Рада приветствовать вас всех на вебинаре тест-драйв системы бизнес-аналитики 1С-аналитика. Меня зовут Виктория Козлова, представляю направление бизнес-аналитики в компании BI-Consult. Со стороны 1С-аналитики сегодня с нами Дмитриев Владислав, это менеджер по совместным продуктам проекта 1С. Кратко расскажу о компании BI-Consult, почему мы занимаемся этим, кто мы такие. Мы на рынке с 2009 года и на протяжении всех 13 лет занимаемся тем, что внедряем в компании систему бизнес-аналитики. Под внедрением мы принимаем полный цикл работы, это написание технического задания, проектирование будущей системы, построение озер данных и полноценных двухохранилищ, соответственно, техническая реализация и обучение конечных пользователей, так и команды разработки. При управлении проектами формируется непосредственно команда со стороны исполнителя и со стороны заказчика. Для того, чтобы любой проект был успешен, необходимо собрать команду, сделать техническое проектирование, установить, настроить софт, сформировать модель данных, разработать пользовательские интерфейсы, чтобы это были не просто красивые дашборды, а некий функционал, полностью настроенные приложения между собой, со все-таки сложной, довольно-таки интересной логикой и перехода к промышленной эксплуатации того, что необходимо, то есть то приложение, которое мы с вами реализовали, и его дальнейшее сопровождение. Для того, чтобы любой проект по внедрению BI-системы хранилища был успешен, здесь необходима экспертиза со стороны исполнителя и также коммуникация между исполнителем и заказчиком, чтобы все понимали друг друга, что хотят и к какому результату непосредственно стремятся. Как все-таки преимуществом BI-консульт и ряда других компаний, на что стоит обратить внимание при внедрении, это документация. Документация самого непосредственного решения, на котором вы внедряете, и документирование самого проекта, то есть это техническое задание, то есть к будущей системе какие требования вы предъявляете, как со стороны технических, там, допустим, сайзинг, время отклика, какие-то там юзабилити-функции, так и непосредственно функциональные требования. Также это технический проект, то есть понимать, по каким алгоритмам, функциям будет работать ваше приложение, и документация для администратора и пользователя, то есть понимать, как данная система будет работать, функционировать в дальнейшем, по каким алгоритмам. Это кратко о компании BI-Консалт. Более подробно вы сможете посмотреть на нашем сайте Data Finder. Чуть позже пришлю ссылку в наш чат, что, если будет интересно, можете посмотреть. Давайте сразу проговорим орг-моменты. Все вопросы просьба писать во вкладке «Вопросы». После каждого блока будем отличать на вопросы, на некоторые можем в чате. Что же такое вопросы? Сразу помечу. То есть чат – это там, где вы видите сейчас это все по умолчанию. Вопросы находятся в правом верхнем углу со значком «Вопросы». То есть вот здесь вы будете их записывать, мы будем их отрабатывать, озвучивать или на что-то можем отвечать письменно непосредственно здесь. Убедительная просьба – не брать себе экран. То есть у вас есть возможность взять доску, то есть мы сразу давайте договоримся, что вы этого делать не будете, чтобы наш вебинар прошел максимально качественно, хорошо и довольно-таки на легкой, позитивной ноте. Когда говоришь про BI, сразу представляются красивые дашборды, интерфейсы, отчеты, но это лишь вершина айсберга. И наш с вами вебинар посвящен тому, что мы узнаем, что такое вершина айсберга 20%. Мы их проговорим про красивые дашборды, а в 80% мы с вами посвятим тому, что мы погрузимся в архитектуру, узнаем, что же нужно для того, чтобы 1С аналитика вашей компании заработала, если вы ее захотите себе установить, как настроить модель данных, проводится валидация, то есть что вообще нужно сделать, как обучить сотрудников, или это вообще не нужно будет делать. Следовательно, цель нашего вебинара – это показать максимально весь процесс внедрения BI в стандартной компании под задачу. После вебинара у вас ложится понимание по архитектуре, решению, алгоритму внедрения и какая команда нужна для внедрения. Сегодня у нас тест-драйв системы 1С Аналитика. Передаю слово Дмитрию вам для презентации компании. Ой, Владислав, прошу прощения. День добрый, коллеги. Сейчас начинаю шарить свой экран. И сейчас у вас должна появиться, соответственно, на экране первый слайд моей презентации. Надеюсь, все видно. Ну и если видно, давайте, коллеги, соответственно, начнем рассмотреться. Итак, план сегодняшнего веб-каста точно так же, как и других веб-кастов для других компаний с аналогичной задачей, разделен на три части. Вначале, в первой, третьей я расскажу в целом про архитектуру решения, о фирме, о технологиях, скажем так, такую вводную общую научную часть. Во второй части мы с вами поговорим непосредственно про специфику реализации, вот примера от BI Consult, как мы решали, что мы сделали, какие здесь особенности. Ну и в завершении, в последней, третьей мы с вами там постараемся вживую посмотреть, как это выглядит, работающая настроенная система. И в завершении я там пару слайдов расскажу, соответственно, о таком наборе ссылок для ознакомления, то есть где лежит какая информация, которую вы можете посмотреть после уже вебинара. И, естественно, затрону вопрос лицензирования, собственно, как бесплатно посмотреть решение, как, собственно говоря, платно внедрить и сколько стоит, собственно говоря, лицензия на поставку один из аналитиков. После каждой третьей будут, собственно, сессии вопросов и ответов. Давайте начнем, соответственно, с первой части. Ну, самое первое, о чем хочется рассказать, какую компанию я представляю. Я представляю фирму 1С, фирму, которая более 30 лет на рынке и является уникальным разработчиком IT-решений в России, потому что мы, собственно говоря, имеем огромную экосистему как специалистов, работающих с нашими технологиями, так и партнеров, которые отвечают за разворачивание, внедрение наших решений. И я думаю, что можно открыто сказать, что мы крупнейший поставщик бизнес-приложений в России и технологий для разработки бизнес-решений. Здесь можно отметить наиболее популярные наши продукты, начиная с 1С, бухгалтерии, которые работают более чем у 5 миллионов наших клиентов, компаний-клиентов. Но, собственно, мы предлагаем на рынке буквально для любой бизнес-задачи нужное решение, там, для управления зарплатой, управлением персоналом, торговлей, документооборотом, управлением многохолдингом, которого есть большое количество дочерных предприятий. Отдельное ERP-решение для небольших фирм управления нашей фирмой. То есть мы представляем практически для любого вида бизнеса решение, которое можно использовать. И здесь важно отметить, что я буду говорить о том, что решение 1С – это решение с открытым кодом. Поэтому, с одной стороны, фирма 1С предлагает своим клиентам и партнерам, например, 1С-бухгалтерию, но существуют десятки и сотни наших партнеров, которые поверх 1С-бухгалтерии делают какие-то свои доработки, наработки и уже предлагают на рынке не просто 1С-бухгалтерию, а бухгалтерию для каких-то конкретных задач. И внедрив в компанию продукты фирмы 1С, у клиента, у компании, у партнера, который с ней работает, всегда остается возможность вот это решение подкручивать под нужды клиента. Поэтому решение 1С – это не просто какие-то универсальные работающие решения, но и возможность для любого конкретного пожелания нашего клиента доработать, подкрутить решение в соответствии с его требованиями и пожеланиями. И здесь надо отметить, что вот наше уникальное бизнес-решение, наш успех в их разработке и поставке нашим клиентам, он не просто так, не на ровном месте. Главный секрет успеха наших приложений – это уникальное средство их разработки. То, что называется платформа 1С предприятия 8. На самом деле мы сначала придумали и сделали великое средство разработки бизнес-приложений, быстрой разработки бизнес-приложений, позволяющие вам не только удобно и хорошо разработать бизнес-приложения, но и по минимуму разработки, используя по минимуму программирование, используя визуальные конструкторы для всего, что можно, для того, чтобы быстро, буквально за считанные часы и дни, действительно сделать приложение, с которым уже можно работать. И вот, используя вот эту технологию разработки приложений, мы используем ее для того, чтобы создавать собственные те бизнес-решения, которые мы массово поставляем на рынке. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить про 1С-аналитику, которая работает в связке с платформой 1С предприятия, и очень важно понять, что такое платформа 1С предприятия 8. Потому что специалисты, работающие в сфере BI, они чаще хорошо знают BI, но достаточно часто мы сталкиваемся с тем, что они могут не знать о технологиях, лежащих внутри платформы. И при внедрении 1С-аналитики надо быть хотя бы знакомыми с этими технологиями, для того, чтобы понимать, где и какие инструменты можно использовать для успешного внедрения решений BI. Если кратко говорить про платформу, то это не только сама, собственно, среда разработки приложений, но еще и готовый фреймворк, позволяющий вам большие куски функционала брать готовыми из платформы и не тратить временных разработок. 1С предприятия 8 – это средство и разработки, и запуска бизнес-приложений. Поэтому вы здесь разрабатываете один раз ваше приложение, а дальше, в зависимости от ваших нужд, развертываете, внедряете его там, где-то нужно. На любой операционной системе, будь то Windows, Linux, MacOS или мобильная платформа для iOS и Android. Написав код по работе со структурами данных, вы дальше этот код можете запускать на любых промышленных СУБД, потому что от вас платформа будет прятать тонкость реализации каждой СУБД, позволяя один и тот же код запускать и на SQL-сервере, и на подгрессе, и на Oracle, и DB2. Здесь надо отдельно отметить, что внутри платформы есть возможность работать со своей собственной файловой базой, не используя никакие другие промышленные СУБД. И отдельно мы сегодня будем говорить про аналитические решения. Здесь важно то, что внутри платформы есть roll-up – база данных дата-акселератор, которая позволяет в реальном времени выполнять аналитические запросы к данным. Ну и также лишний раз повторюсь, что то, что можно настроить и построить в бизнес-приложении без программирования, в первую очередь то, что касается структуры данных, собственно говоря, названия полей, названия таблиц, запросы к данным, вот это все можно делать без программирования, что, естественно, ускоряет разработку. И для тех, кто совсем ничего не знает про 1С, скажу, что квалифицированный IT-специалист достаточно быстро может освоить и начать работать с платформой. Ну, в частности, специально для таких специалистов была разработана книга под названием «Hello 1С». Вы знаете, что для разработчиков C есть классический пример для обучения разработки «Hello World». Но вот «Hello 1С» – это книга, показывающая вам, как буквально за несколько часов начать работать, строить структуру данных и прочувствовать, чем отличается платформа 1С, эффективность ее разработки от других средств программирования. Ну и лишний раз отмечу, что огромная экосистема специалистов, работающих с решениями 1С, дорабатывающих их и умеющих, собственно, дорабатывать и строить решения на базе платформы 1С для клиентов, позволяет вам в Рунете найти практически быстрый ответ на любой вопрос, и это тоже помогает быстро начать работать и быстро строить готовые решения. Но сегодня мы сфокусируемся на продукте под названием 1С Аналитика, которая работает поверх платформы 1С предприятия. Что такое, соответственно, 1С Аналитика? 1С Аналитика – это дополнительный визуальный интерфейс для работы с данными, которые лежат внутри платформы 1С предприятия. Сама по себе 1С Аналитика данные не хранит и запросы тоже не выполняет. Это все выполняется на стороне платформы. Для чего мы создали этот продукт? Несмотря на то, что вот сама платформа 1С предприятия представляет из себя такой стройный фреймворк вокруг бизнес-данок, позволяющих вам, собственно, описать какую таблицу, какую структуру данных вы хотите использовать, и сразу автоматом, без программирования получить формы для работы с этими данными, возможность настраивать и рисовать отчеты, запросы к этим данным. Но для того, чтобы этим пользоваться, нужно, соответственно, или чтобы предварительно разработчик 1С подготовил для вас нужный набор отчетов, но нужные запросы к данным. Или же вы сами немножко изучили 1С. Когда мы говорим про анализ данных и систем класса BI, мы понимаем, что здесь данными будут работать руководители компании, бизнес-аналитики. Они совершенно не обязаны знать внутреннее устройство платформы 1С предприятия. Поэтому специально для этого круга пользователей мы сделали интерфейс, работающий в стиле BI, абсолютно не требующий изучения классического возможности разработки 1С, и в максимально интуитивном форме, позволяющий пользователям работать с данными, так как они привыкли это делать со сводными таблицами Excel или в других системах класса BI. 1С-аналитика работает через веб-интерфейс, реализует классический BI-интерфейс. Мы максимально стараемся сделать максимально понятным, интуитивно понятным. Возможность поддерживаем работать с любых устройств, с настольных компьютеров, с мобильных устройств. Здесь интерфейс, с одной стороны, готов и умеет подстраиваться к тому устройству, с которым вы работаете. Но и в том числе есть возможность собственных дашборды оптимизировать к тому разрешению, к тому размеру устройств, с которым вы, соответственно, с ним будете работать. Важно отметить, что это опция к платформе, поэтому вы не можете поставить, развернуть аналитику и не разворачивать платформу, потому что в платформе лежат те самые данные, с которыми аналитика работает. И очень важно, что, собственно говоря, на могучие плечи платформы, которые десятилетиями строят различные бизнес-приложения и системы обработки данных, вот на плечи платформы ложится, с одной стороны, вопрос безопасности, то есть аутентификации, авторизации, настройка прав доступа. С другой стороны, платформа выступает той средой, на которой вы можете легко, вот как мы сегодня на примере посмотрим, разработать структуру данных, нужную структуру данных, настроить сбор данных из различных источников. Ну и, собственно говоря, так как аналитика, сами запросы к построенным аналитическим дашбордам и отчетам будет выполнять на платформе, очень важно, что внутри платформы есть технологии, технологии класса RALAB, позволяющие вот эти запросы даже к большим объемам данных выполнять в реальном режиме времени. Ну и, конечно же, так как 11-аналитика – часть экосистемы 1С, то продукт интегрирован с классическим желтым интерфейсом 1С, можно из желтого интерфейса 1С запускать аналитику, из аналитики, наоборот, открывать объекты в желтом интерфейсе 1С. Здесь я недавно выпустил достаточно подробную статью про архитектуру аналитики на Хабре. Я вам рекомендую с ней ознакомиться, то есть там гораздо больше деталей, чем можно, грубо говоря, на одном слайде рассказать. Вот, собственно, пример простого редактора диаграммы в аналитике. Вы видите, что классический подход – набор полей слева, которые доступны, красные размерности, синие факты. Вы, выбирая поля, можете добавлять их в ваш отчет, таким образом строить состав отчета, добавлять фильтры, и при необходимости вы уже сделаны набор данных, которые вы определили в вашем отчете, можете представить в виде графиков различных или в виде табличных представлений, в зависимости от того, что вам удобно. Вот в зависимости от того, что вам нужно, вот вы из маленьких кубиков строите, легко рисуете такие диаграммы, а потом вот эти диаграммы объединяете в большие дашборды, информационные панели, и вот здесь для примера я вот показал слева примеры внедрения аналитической системы в мэрии Москвы, в департаменте финансов, вы видите дашборды, в котором реально люди смотрят, работают, анализируют в соответствии финансовое состояние различных предприятий в Москве. А справа темный фон, с одной стороны демонстрация возможности использовать темный фон, а с другой стороны это тоже реальный пример дашборда из внедрения в испанской компании Девайн, и здесь помимо того, что красивый такой насыщенный дашборд, отмечу, что вот этот дашборд рисовал непосредственно коммерческий директор компании, в которую это было внедрено, и собственно говоря, он сам взял на себя все труды по отрисовке, потому что для него было очень важно в системе получить возможность работать с BI-инструментом, и когда мы ему предоставили эту возможность, он сам достаточно быстро освоил и начал, собственно говоря, активно рисовать нужное количество дашбордов и диаграмм под свои нужды, то есть что показывает, что продукт действительно легко и быстро осваивается, и действительно даже человек достаточно высокого такого руководящего ранга может начать им пользоваться без каких-то специальных технических знаний, эффективно его использовать. Ну, говоря о примерах внедрения, я уже просто кратко перечислю такие яркие примеры, примеры, это то же самое, ну, то есть я уже сказал, мэрия Москвы, медицинская информационная система Ивановской области, комитет по ценам на тарифы Московской области, то есть вот все ЖКХ в Московской области, если вы там живете, там тоже анализируется, и, скажем так, как бы нужная информация для того, чтобы планировать, какие будут у вас тарифы и цены ЖКХ, это все анализируется в аналитике. Самарский университет, собственно, во времена вспышки ковида было несколько внедрений в институционных центрах, собственно, по гигиене и эпидемиологии, но вот официальный кейс зарегистрирован для Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области. Пару достаточно интересных подробных статей про внедрение за рубежом во Вьетнаме и вот в Испании на сайте Retail.ru опубликованы, и для тех, кто интересует, собственно, реальными примерами внедрения, очень рекомендую ознакомиться с материалами бизнес-форума 1SRP, у нас там есть отдельная секция, посвященная искусственному интеллекту и BI-системам на базе 11 аналитики, и, собственно говоря, то есть на бизнес-форуме выступают конечные клиенты, они вот рассказывают о своем опыте внедрения, посмотрите материалы за 20-е и 21-е годы, там очень много тоже интересных деталей, ну и, конечно, справочник внедренных решений, тоже там есть отдельный раздел для решений на базе 11 аналитики. Пару слов про общую, скажем так, теорию внедрения, тоже вот в статье на Хабре, там подробно все это изложено, просто кратко пройдусь. Мы знаем с вами, что BI-система, как Виктория говорила, это не только вот развернуть BI-продукт и получить красивый отчет, это на самом деле в первую очередь вопрос построения корпоративного хранилища данных. И здесь вот по классике у нас есть несколько слоев информационных систем, начиная со слоя ETL, которые, собственно, обеспечивают консолидацию данных, подготовку, потом, собственно, непосредственно хранилища данных, куда данные складываются и где они хранятся, потом серверы, позволяющие быстро обрабатывать аналитические запросы по них, потому что если много данных, и любой аналитический запрос, вам любую стандартную базу данных он положит, нужны специальные технологические решения. И только в конце появляются системы класса BI для удобной визуализации и построения отчетов. Вот главное отличие нашего решения от решения на других поставщиков и вендоров, в том, что у нас это не отдельные информационные системы, это одна единая система на базе платформы 11 предприятия 8, в которой отдельные компоненты отвечают, собственно говоря, за отдельные функциональные куски. Поэтому вот разворачивая на базе платформы BI решения, вам не нужно будет данные с одного слоя на другой перегружать, выгружать, что-то с ними делать. Вы получаете сразу единый контур и безопасности, и обработки информации. За счет этого и риски, и сложность внедрения BI системы резко сокращаются. Если мы говорим про типовые сценарии внедрения BI решения на базе 1С аналитики, то вот здесь, естественно, есть два классических сценария. Конечно, когда мы разрабатывали продукт, мы в первую очередь ориентируемся на клиентов 1С, то есть предполагая, что у клиента есть уже работающая система 1С, и к ней вы можете просто вот как опцию щелчком пальца включить, поставить 1С аналитику, подключить и получить готовую работающую BI-систему. И действительно, то есть вот если у вас уже есть что-то на базе 1С, то вот это что-то превратить в BI-систему достаточно легко, потому что просто подключаете аналитику, и там очень многие вещи включаются сразу автоматом. Но на практике мы видим, что вот далеко уйти от классической вот этой архитектуры, там с ETL, с хранилищем данных и так далее, не всегда получается. Поэтому мы видим, что сейчас очень много типовых сценариев решения 1С аналитики, оно как раз соответствует этому классическому подходу. Когда сначала вы строите корпоративное хранилище, но корпоративное хранилище строите на базе платформы 1С предприятия, куда данные и собираются, где они и хранятся, и дальше после этого, где они начинают обрабатываться. Например, если брать внедрение в мэрии Москвы, там, собственно, построено хранилище, куда на базе ETL-процесса собираются данные из 1800 организаций, и только после этого, после того, как эти данные собраны, помещены на платформу 1С предприятия, аналитика позволяет с ними уже работать и строить аналитические отчеты. Поэтому очень важный вопрос, который часто возникает со стороны клиентов, потенциальных или партнеров, а вот, собственно, вот этот слой ETL, за счет чего его проще или легче строить на базе платформы 1С предприятия? Ну, лишний раз повторю, что платформа 1С предприятия – это среда разработки, поэтому вы можете пригласить разработчиков, он разработает все, что угодно. Но очень многие вещи, как я уже говорил, на платформе делаются легко. Например, если у вас есть какая-то внешняя база данных, вы просто можете настроить внешний источник и подключить вашу базу данных к платформе, и платформа будет видеть ее как часть своей разработанной бизнес-программы. То есть вам не нужно будет что-то делать для того, чтобы данные куда-то вот их запросить, вы просто вот внутри вашего приложения 1С появляются таблицы, которые на самом деле лежат во внешней базе данных, и вы просто эти таблицы можете брать и легко загружать или делать с ними что-то внутри 1С. Платформа 1С предприятия поддерживает, естественно, все современные протоколы формата – SOAP, JSON, или XML JSON и протоколы, такие как REST, SOAP. И отдельно отмечу, что, например, очень часто при построении API-систем данные, часть или, может быть, даже все лежат в файлах Excel. Здесь отмечу, что платформа понимает формат файлов Excel в нативном варианте. То есть вы легко можете загрузить Excel внутрь платформы, и вот внутри платформы вы тоже получите сразу таблицы с данными, которые лежат у вас в файле Excel. Я уж не говорю про то, что вы точно так же файл Excel можете настроить как внешнюю базу данных через внешние источники и тоже таким образом работать с ним. То есть тут у вас есть различные варианты, но самое главное, что работа с табличными файлами Excel – это то, что и в обычной жизни регулярно нужно программам 1С, ну и тем более, если вы строите какой-то TL-контур на базе платформы для биорешения. Отдельно скажу, что среди большого количества различных продуктов есть продукт 1С-шина, который просто позволяет вам на базе технологии синхронных корпоративных сообщений, настроить различные потоки данных, распределенные источники данных, собирать их по каким-то настраиваемым бизнес-правилам в это хранилище данных. То есть есть такой тоже продукт. Ну и говоря про то, что в самой внутри коробки 1С, например, в программах 1С есть такая вещь, как планы обменов, которые позволяют вам в системе 1С просто отслеживать изменения данных. Если у вас там распределенная информационная база 1С, то совсем легко построить отслеживание данных, где что изменилось, и наладить загрузку этих изменений внутрь централизованных хранилищных данных на базе платформы 1С-предприятий. Вот на этом я первую часть закончу, передаю слово Виктории. Настало время ответов на вопросы. Давайте посмотрим, что у нас с вопросами. Да, посмотрим. Во-первых, хочется отметить, что уже такое есть некое предвкушение, что же там будет в 1С аналитике, потому что практически без программирования все можно делать. Скажу, что многое-многое. Программирование на самом деле тоже вещь хорошая. Я вам покажу кусочки года, который все-таки мы написали, готовя наш пример. Да, отлично. Тут был небольшой момент такой от Александра. Ему очень понравилась ваша презентация. Мы после сможем ей поделиться и как-то направить? Я думаю, что да, конечно. Но через вас, Виктория, правильно? Да, мы сделаем рассылку тогда. То есть всем участникам данного вебинара направим презентацию отдельно. Я не скрываю своих контактов, но коллеги здесь организуют общение с вами, поэтому они помогут получить презентацию. Так, Виктория, какой вопрос командуете? Так, есть вопрос от Василия Полякова, то есть его заинтересовало по архитектуре. Можно ли 1С-аналитику подключить к локальной базе данных или развернутой на локальном сервере? Или она работает только с размещенными на веб-сервере базами? Там 1С-фрэш, например. Ну, смотрите, Василий, здесь, может, немножко скорректирую вопрос. В данном случае под базой данных можно понимать как источник для нашей биосистемы, так и, собственно, та база данных, на которой работает система 1С. И там, и там ответ положительный. Ну, все-таки, я думаю, что, скорее всего, вы имели в виду некую внешнюю базу данных, из которой вам предоставляют данные. И здесь, смотрите, какая ситуация. То есть вы можете подключить к платформе один из предприятий просто внешнюю базу данных, то есть настроить как внешний источник. Сказать, что вот у нас есть какая-то внешняя база данных, локальная там на этом сервере, то есть обыкновенная СУБД, для которой есть драйвер, который где-то рядом находится. И платформа увидит эти данные, и, в принципе, аналитика может с этими данными работать. И я никогда не стал бы это, скажем так, рекомендовать широко, по одной простой причине, что в данной ситуации мы не отвечаем за скорость обработки запросов, потому что если вы подключили внешний источник, внешнюю СУБД, то с какой скоростью она обработает запросы, которые вы туда отправите, зависит от нее. Но вот как раз на РП-форуме в прошлом году был рекаептный доклад, где клиент сам без партнера увидел аналитику, взял, развернул, попробовал. И они просто все СУБД, которые у них были, подключили к 1С, как внешние источники, и начали рисовать отчеты в аналитике. При этом они понимают, что им нужно смотреть и настраивать, администрировать базы данных, чтобы они быстро работали, но они у них быстро работают, они прекрасно, успешно их используют. Вот если вы хотите, чтобы за скорость обработки данных отвечала 1С, то их все-таки надо загрузить в платформу, потому что тогда уже все претензии к скорости обработки, они будут к 1С, а вот у нас есть технологии типа дата эксцердера, которые предназначены для построения лав-систем. Надеюсь, я ответил на вопрос. Если нет, уточните. Я думаю, да, ответили, он дал пояснение, что, да, как источник, он интересен. Да, ну, вопрос, собственно говоря, да. То есть здесь есть нюансы по, собственно говоря, производительности различных, ну, то есть понять, что архитектура биосистемы, она сложная, многокомпонентная, да. Тут просто специалисты должны понимать, где ложится нагрузка и контролировать, настраивать. Все будет работать. Отлично. Пока других вопросов нет, предлагаю идти дальше, перейти непосредственно к реализации нашего кейса. Замечательно. Так, надеюсь, моя презентация по-прежнему видна, да, и тогда мы переходим к второй части, как это, теоретические детали реализации тестового примера. Итак, пару слов для тех, кто, может быть, не слышал другие презентации, аналогичные, особенно про постановку задачи, были предоставлены данные от некой такой компании Fashion Evolution, которую нужно было анализировать. На вход были данные, соответственно, в Excel файлы, то есть данные там лежали о сотрудниках офисов. В Excel файле MDB база данных там уже были реальные данные по продажам, то есть заказы, клиенты, товары, категории, поставки. И отдельно дополнительно был файл XML с данными по поставщикам, то есть вот три таких различных источника. Ну и, собственно говоря, по решению у нас были следующие стандартные шаги. Первое, значит, ну, понятное дело, что в исходной постановке задачи никакой информационной базы 1С нет, да, вот, поэтому мы просто строим решение на базе платформы, на которой строим хранилище данных, которое вот из всех этих источников эти данные загружает и хранит у себя, да. Поэтому сначала, значит, мы на платформе разрабатываем структуру данных, чтобы туда это класть, потом, соответственно, реализуем загрузку вот из конкретных источников, откуда мы берем, вот. Дальше, на самом деле, значит, вот по классике, по классике, там, да, мы настраиваем дата-акселератор, то есть Allab-сервер для обработки этой информации. Здесь, понятное дело, что пример такой тестовый, то есть данных мало, и дата-акселератор настраивать не нужно. Но я пару слов скажу, там, про дата-акселератор, потому что в реальной жизни, если данных, там, ну, грубо говоря, больше 5 гигабайт, да, там, значит, больше, там, миллиона записей в таблице, то стандартные базы данных, скорее всего, не будут шибко хорошо с этим работать, там, да, и все-таки надо разворачивать вот что-то из мира Allab для того, чтобы на таких объемах аналитические запросы быстро обрабатывать, да, вот для этого нужны дата-акселератора, поэтому я вам про это расскажу, хотя, еще раз повторю, для конкретного примера, есть дата-акселератора, нет дата-акселератора, это абсолютно не играет значение, просто данных немного. Вот, а вот после того, как мы на этом шаге уже имеем хранилище данных на базе платформы 11 предприятия, мы к ней подключаем 11 аналитику, да, там, ну, и используем всю мощь инструмента для того, чтобы разработать отчеты. Здесь тоже отмечу, что по постановке задачи здесь, скорее всего, предполагалось, что компания среднего размера, и в данной ситуации вот руководитель, которому нужна биосистема, он самостоятельно будет ее использовать как инструмент анализа, да, то есть вот, грубо говоря, как возможность не просто посмотреть какой-то фиксированный отчет и покрутить данные с разных сторон, динамически меняя отчеты, фильтры и все остальное, потому что в реальной жизни тоже, значит, обычно вот есть такие как раз бизнес-аналитики, которые мы считаем как раз вот в данном сценарии, да, а отдельно, когда все-таки есть большое руководство, для которого тоже возможность покрутить данные важно, но чаще оно не крутит данные, а смотрит какие-то большие аналитические дашборды для того, чтобы представить ситуацию, а вот если ситуация им не нравится, они вот тогда что-то начинают немножечко крутить. Но и та задача вполне хорошо решается один из аналитиков, и как бы я вам тоже покажу некоторые дашборды, которые я вот нафантазировал для нашего Михаила условного из компании Fashion Evolution. Было дополнительное задание, значит, по поводу вот ИФ-анализа, да, здесь сразу скажу, что вот ИФ-анализ, вот как решение из коробки в аналитику не входит, да, но это не исключает вас, ну, по той простой причине, что один из аналитика – это инструмент для чтения данных, там принципиально нету ничего, позволяющего данные вашей системе менять, да, вот. Это не отменяет возможности саму информационную базу на базе платформы вот добавить туда дополнительные объекты для вот ИФ-анализа, разработать их, да, но вот так как это не входит в решение из коробки, то здесь мы и напрягаться не стали там, да, вот, просто оставляем это решение за скобками. Пару слов про специфику 1С, и еще раз повторюсь, это в первую очередь вот для специалистов по BI-решениям, которые, ну, не знают тонкости 1С, и вот про эти тонкости я хочу рассказать, которые вот были, там, скажем так, существенными для реализации вот этого кейса. Первое, значит, ну, как я уже говорил, надо разработать структуру данных, вот, и здесь отмечу, что и разработка структуры данных, и запросов к ним, да, она не требует науков программирования. Значит, структура вообще делается через простые редакторы, там, где вы добавляете какие нужны поля, на базе фреймворка данных, которые есть, и мы сейчас поговорим про то, какие вот объекты данных используют стандартные из 1С. И, собственно, запросы там. Понятное дело, что запросы можно писать как программисту, да, а можно, значит, конструктору, значит, сказать, вот из каких таблиц мы берем, как мы их связываем, и что мы в итоге получаем. Здесь лишний раз повторюсь, что, значит, 1С – это некий, грубо говоря, фильтр, который позволяет вам не знать, вот, что называется, технические детали, где и как это будет запускаться, пряча от вас вот детали развертывания системы, да. Поэтому вот запросы, они пишутся на неком таком условном языке, который, по большому счету, очень напоминает SQL, стандартный запрос, язык запросов данных SQL. Но, во-первых, он не зависит от той СОБД, на которой он будет запускаться, это раз. Во-вторых, вот в этом SQL вы можете использовать как английский синтаксис, там, select, from и так далее, да. Вот. Или русский синтаксис, где, собственно говоря, эти команды заменены, там, русским синонимом, там, выбрать поля из, там, объекта такой-то, да. Вот. И это тоже, на самом деле, достаточно удобно, но вы можете это, опять-таки, программировать руками или же использовать просто визуальный конструктор, который вам этот запрос из таблицы вам накидает, когда вам нужно. Так как все-таки мы изначально работаем для российского рынка, там, мы активно двигаемся за рубеж, поэтому у нас все можно делать и на русском, и на английском, да. Но чаще проблема другая, что, вот, например, в исходных данных все таблицы и структуры были на английском, да. Вот вы можете, и мы это сделали, мы сразу разрабатывали хранилище данных полностью на русском языке, с названием объектов на русском, с названием полей на русском, потому что, в первую очередь, там, считаем, что это будет для русскоязычного пользователя, да. Значит, программировать можно на русском, но в том числе и на английском. Язык запросов тоже и на русском, и на английском. То есть здесь у нас вот двуязычность максимально поддерживается. Говоря про конкретный пример, естественно, вот в тех данных, которые там давались, было несколько таких подводных камней, таких вот заковырок, посмотреть, видимо, как вот в BI-систему это ляжет. В первую очередь, там, список сотрудников, он иерархический, да, то есть есть сотрудники и указания его начальника, да. Опять же, задача иерархического справочника, да, для 1С это классическая, поэтому вот для того, чтобы сделать иерархию записей, просто вот при создании таблицы справочника, да, там отмечаются галочки, что он иерархический, там, и автоматом включается вот эта иерархия. Точно так же для транзакций по продажам, да, там есть таблица заказов, есть таблица деталей заказов, то есть в самом заказе, там, кто, когда, когда там разместил заказ, а детали, это список товаров, которые в этот заказ вошли. И опять же, в 1С для поддержки таких структур есть совершенно стандартная вещь, так называется табличная часть, то есть и элементы справочников и документов, там, да, имеют, собственно, основные записи, вот, например, там, для деталей, для заказа. И к этой основной части можно добавить различные табличные части, такие под таблицы, которые расширяют эту информацию, поэтому тоже вот информация о заказах, она совершенно, там, родным образом легла на структуру 1С, там, да, я создал, значит, соответственно, документ заказ и создал в нем табличную часть про деталям заказа, да, это тоже специфика 1С, которой, вот, наверное, больше нигде нет, а здесь хоба и готовый фреймворк, позволяющий вам это сделать легко и быстро, не задумываясь. Теперь по поводу загрузки данных, ну, МДБ-файл, это файл от базы данных, поэтому самое естественное было подключить его как внешний источник, чтобы он стал частью нашего приложения 1С, дальше мы из этого источника легко там данные можем загрузить. А вот данные из Excel и XML, мы приняли решение, там, не мучиться с драйверами, подключениями как внешний источник, а просто использовали внешние обработки стандартные, что тоже задачи загрузки из Excel и XML, это, ну, такие достаточно типовые задачи, поэтому, значит, за 30 лет нахождения на рынке есть там куча различных обработок, и от 1С, и от различных там самородков разработчиков там, да, мы нашли, выбрали то, что нам подходит, и просто загрузили. Собственно говоря, что получилось по структуре данных? Вот мы там, когда посмотрим, я вам обязательно покажу вживую в конфигураторе, как это выглядит, но вот справа скриншотик, да, это, собственно говоря, и как выглядит вот это само приложение и структура данных внутри 1С. Вот для тех, кто не знаком с 1С, скажу, что, опять-таки, вот есть готовые какие-то заготовки, да, поэтому, значит, вот мы не просто говорим о таблицах, да, а о видах этих таблиц, да, вот для таких вещей, там, категории, клиенты, товары, перевозчики там, да, да и сотрудники и офисы, значит, мы воспользуемся стандартной структурой под названием справочник, да, то есть что-то, у кого есть идентификатор и что означает какой-то объект вот в наших бизнес-процессах. А вот для заказов, как я уже говорил, тоже мы взяли специальную структуру под названием документ, да, в котором, который, собственно, и отражает вот документ, он отражает реальные документы вашего оформления заказа, да. Отличие документов от справочников в первую очередь в том, что справочники – это описание неких объектов, да, на которые можно ссылаться, а документ – это то, что на практике действительно может быть документом и влияет на перемещение денег или каких-то материальных ценностей. И тоже, вот, в идеологии программирования 1С документ, он не просто существует, а существуют различные регистры, на которые он воздействует, в данном случае регистр накопления, то есть регистр, в котором перемещаются вот эти деньги, которые там, там, объемы товаров, которые мы отслеживаем. И поэтому плюс к документу заказа мы сделали документ регистр накопления продажи, в котором вот эти документы отражаются. Если говорить про предисторию, откуда это взялось в 1С, ну, в первую очередь из традиции в России за этим числом перепроводить различные документы, когда там вы хотите изменить что-то в заказе годовалой давности, хотите, чтобы у вас общий учет финансов при этом сохранился, да. Вот именно для этого, для того, чтобы вы могли в любой момент задним числом все, что нужно, перепровести, да, вот есть такая структура документов и отдельные регистры, где эти документы отражаются. И здесь, соответственно, тоже вот этот классический подход мы реализовали. Вот. Ну и пару скриншотов. Значит, вот это как выглядит справочник сотрудники. Вы видите, просто я открыл форму, открыл, значит, соответственно, закладочку данные. Значит, там нужное количество данных с нужными типами ввел, название указал, ну и лишний раз просто посмотрите, что справа в настройках самого справочника галочка иерархически тоже взведена, да, позволяя вот справочник сотрудникам иметь не просто как табличку, а как иерархию сотрудников, кто кому подчинен. И это, естественно, тоже можно использовать для построения отчетов, собственно говоря, посмотреть не просто по сотруднику, а, например, по руководителю, вот его менеджера, сколько заработали. Документ-заказ тоже, вот видите, отдельно реквизиты самого документа, то есть реквизиты, то есть поля основной таблицы документа и под таблицей табличной части, которая вот у документа есть. Ну, в данном случае это только товары, но в жизни табличных цистей бывает много. То есть здесь вот как бы жизнь требует гибкости, и эту гибкость мы и предоставляем. Ну и просто для того, чтобы понимать, как может быть выглядеть код разработки на 1С, вот это, собственно говоря, код функции, который загружает товары из внешнего источника. Видите, что здесь все на русском, да, то есть, в принципе, желающие могут на английском писать, как вы понимаете, программы для западного рынка там на английском пишутся, да, но для русского человека зачастую приятнее и проще на русском, и именно поэтому вот наша 300-тысячная, как бы, команда разработчиков на 1С, которые в России поддерживают решение наше, да, выбирают русский язык. Здесь вы видите, собственно говоря, совершенно простой, понятный язык программирования, да, мы создаем запрос к данным, указываем запрос, в данном случае, видите, запрос он на русском, то есть не select from, а выбрать из. Хотя можно и select from, то есть система поймет точно так же, да. Значит, так как внешний источник имеет название полей на английском, то здесь они все тоже на английском, и таблица, и поля, и наименования. Вот, дальше мы этот запрос выполняем, и, соответственно, полученные данные мы в цикле, значит, как бы, загружая внутрь 1С, там уже в структурах на русском языке, табличку, которую мы создали внутри 1С. Ну, соответственно, резонный вопрос, а сколько потребовалось на разработку хранилища данных, да, ну, вот нормальному разработчику 1С, который это делал, вот примерно раскладка такая, да, то есть понятное дело, что можно и, наверное, структуру базы, там, как бы, с таймером засекать, там, да, но я привожу такое спокойное, нормальное время разработки, когда никто не бежит, и можно выпить чашечку кофе, да. Ну, примерно за полчаса накидали структуры, там, внутри инфобазы, потому что было в исходных данных предоставлено нам. Дальше, значит, не спеша настроили, соответственно, где лежит МДБ файл, драйвера, зарегистрировали, настроили, тоже за полчаса подключили там, да. Ну, дальше тоже, видите, что все запросы для получения данных и интеграции, ну, они тоже, они абсолютно простые, вот, выгрузить то, что там есть, да, это тоже, в общем, не больше часа заняло там, да. Для того, чтобы грузить данные из Excel и XML, вот код писать, вот, как это, мы решили быть эффективными, да, поэтому нам было лень писать код, мы потратили час на отбор нужной обработки из Рунета, там, да, взяли ее и загрузили, там, да, там, скажем, не программировали, поискали в интернете, там, тоже час приятно провели. Ну, естественно, проверить и отладить тоже нужно, да, хотя бы, даже если мы сделали все правильно, ну, просто, чтобы убедиться, что это точно гарантированно работает. Поэтому в сумме получается, примерно, не больше четырех часов. Если это делает, например, не клиффицированный разработчик 1С, ну, а, например, я бы взялся делать там, да, ну, у меня, может быть, это было бы медленнее, да, там, но тоже бы за день эта работа делается, вот, гарантированно. Теперь пару слов про дата-акселератор. Почему, вот, я хочу так вот про дата-акселератор сказать, во-первых, потому что это напрямую касается вопросов построения аналитических систем, ну, и, во-вторых, это просто уникальная, хорошая технология, которой мало кто может похвастаться. Значит, дата-акселератор – это СУБД, который является частью платформы, как раз вот для решения таких задач, быстрой работы аналитических запросов. По сути, это сервер класса RALAB, то есть Relational RALAB, который является InMemoryDB сервером, то есть все данные хранятся в оперативной памяти, за счет этого ускоряется их обработка. Данные хранятся поколоночно в специальных индексах, ну, традиционно, как, собственно, и бывает в RALAB-системах, там, да, то есть специальная структура для того, чтобы аналитические запросы быстрее обрабатывались. Но и в довершении ко всему к этому, дата-акселератор, когда получает запрос, он just-in-time компилятором компилирует бинарный код и максимально быстро процессор его по памяти шурует, выполняет, да. За счет этого, собственно говоря, мы и выполняем обработку аналитических запросов в реальном режиме времени. Поэтому, значит, если у вас, ну, разумное большое количество данных, там, да, то обязательно надо включать дата-акселератор, потому что он вам решит проблему с производительностью. Понятное дело, что в данном случае что-то не бывает, да, там, для того, чтобы дата-акселератор эффективно работал, для него нужен, значит, аппаратный сервер, который, значит, ему позволит это сделать. В первую очередь сервер с большим объемом оперативной памяти, где данные будут храниться. Сам дата-акселератор включает совершенно элементарно, мы там с вами, я покажу вам, значит, как бы, то есть просто, значит, так как он часть платформы, вам не нужно думать, где он стоит, как он стоит. У вас платформа развернута, значит, вы говорите, хочу дата-акселератор. Там, где развернута платформа, он включится. Вот, и есть тоже важный момент, что вот дата-акселератор, он вступает, как бы там, как неким фоновым таким процессом, который берет на себя обработку аналитических запросов. И это сделано, вот, опять-таки, исходя из того, что мы изначально поддерживаем сценарий, когда у вас есть уже работающая система 1С, где никакой аналитики нет, там транзакционная задача, там идет торговля, значит, кто-то заказы присылает, они обрабатываются, значит, что-то меняется в транзакционном режиме. И вот, когда мы подключаем к этому дата-акселератору аналитику, вот эта вся штука позволяет на уровне платформы разделить нагрузку на транзакционную СОБД, там, SQL сервер, подгаз, ну, там, на стандартную СОБД, и на аналитический сервер, который в данном случае будет дата-акселератором. И это позволит одной и той же системе эффективно работать в транзакционном режиме и в аналитическом режиме, где вот эти задачи друг другу не будут мешать работать. То есть ваши аналитические запросы не будут мешать, там, продавцам оформлять сделки, оформлять отгрузки и забивать там платежки. Ну и вот, собственно, пример картинки, как выглядит настройка копии данных в дата-акселераторе, видя, что вы взводите встроенный дата-акселератор, и он больше вас не спрашивает ни где сервер, ни как он, ни как база данных называется, он сам это решает. Дальше вы просто выбираете те данные, которые нужны, то есть в нашем случае я выбрал все, но на практике, естественно, выбираются только те данные, которые будут участвовать в BI-отчетах, потому что, например, какую-нибудь таблицу с хранением копий картинок, отсканированных по вашим чекам, там, их для BI-анализа не нужно, занимает много места, и совершенно не нужно класть в RALAB базу данных, да? То есть вы тонко можете настроить, что кладется, что не кладется. Вот. Ну и вот после того, как у нас есть, собственно говоря, хранилище данных на базе 1С, есть, возможно, дата-акселератор, мы, собственно говоря, подключаем аналитику там, да? То есть запускаем мастер установки аналитики, значит, разворачиваем сервер аналитики, вот лишний раз подчеркну, что у нас есть сервер 1С, а сервер 1С аналитики, он отдельный сервер, он ставится рядом с сервером 1С. Но после того, как вы его поставили, вы сервер аналитики указываете грубую входную точку, где находится сервер 1С, А серверу 1С в информационной базе указываете, где находится сервер аналитики. После этого они будут знать друг про друга и работать в одной связке. То есть вы прямо на сервере 1С будете видеть меню перехода в аналитику, интерфейс там же будет находиться. То есть как будто это одно целое, ну, потому что это продукты от одной фирмы, они максимально интегрированы друг с другом. Вот, как бы, краткая картинка, как все это работает, да, то есть в центре сервера 1С, веб-публикация, там, веб-интерфейс. То есть рядышком стоит сервер аналитики, который вгрызается зубами в сервер 1С, и дальше в сервере 1С появляются все нужные возможности и функционалы. А сзади есть стандартная база данных, на которой проводится транзакционная обработка данных. А рядышком, да, такселератор, куда направляются, да, значит, запросы для обработки аналитики, чтобы они обрабатывались быстро. Ну, вот пример скриншот картинки, значит, настройки подключения аналитики к серверу 1С. В данном случае вот тест-кейс, это адрес сервера 1С, к которому подключается аналитика. А аналитика, видите, находится на локальном хосте, там, порт 8181, там находится сервер аналитики. А уже в самой 1С, вот видите, желтый классический интерфейс аналитики, мы регистрируем сервер аналитики, где находятся вот наши подключения сделанные. И после этого тут же в меню приложения справа, видите, там появляется пункт меню аналитика, то есть сразу видно, что аналитика подключена, можно туда-сюда переходить. Вот, значит, после того, как мы подключили, собственно говоря, аналитику к серверу 1С, в аналитике тут же появляются все объекты данных, которые есть непосредственно в инфобазе 1С. То есть все, что есть, не запрещено, можете работать, делать все, что угодно, то есть как бы аналитика полностью, ей доступна вся информация из 1С. И вы можете рисовать различные отчеты, да, например, я вот там с коллегами нарисовали там набор отчетов по заданию, да, вот, значит, для удобства я себе там нарисовал дашборд, в котором просто, значит, как бы все их там упорядочил, чтобы по ним было проще переходить, значит, ну и сделал несколько дашбордов, вот один пример дашборда, второй пример дашборда, вот. Ну и на этом давайте вторую часть закончим, ответим на вопросы и попробуем посмотреть, как это же въем выглядит. Спасибо. Смотрите, у Сергея сложилось такое понимание, что необходимо дублировать данные. То есть он спрашивает, необходимо загрузить в БД это как, то есть каким образом это делается, будут ли дубли и если появляется, как это делать? Вот классическая, то есть, скажем так, опять-таки там где-то дубли будут, да, значит, классическая архитектура построения, вот, BI-систем, хранилища данных. Сначала ETL, ETL грузит куда? В хранилище данных, чтобы у вас была единая версия правды, то есть все нужные данные у вас лежали в одном месте с ОБД, они там лежат. А после этого их нужно класть в A-Lab сервер, да, те данные, которые вам нужны для анализа, вот, чтобы в A-Lab сервере вы могли быстро выполнять аналитические запросы. Поэтому, естественно, те данные, которые лежат в A-Lab сервере и в хранилище данных, да, они будут дублироваться в этой ситуации, потому что там задачи разные. В первом случае положить, а в втором случае, грубо говоря, там, многомерный или плоский куб построить, там, да, чтобы они быстро обработались, да. Вот, в данной ситуации важно что? Чтобы вы в A-Lab не клали то, что вам не нужно для анализа. Поэтому, если вам, грубо говоря, из всего хранилища данных нужно небольшой объем, да, вы его только туда и кладете. И тогда лишнее дублироваться не будет. Надеюсь, я ответил на вопрос. Да, спасибо большое. Василий спрашивает, разве без дата-акселератора транзакционный и аналитический режим независимо не работают? Смотрите, значит, вот если у нас нет дата-акселератора, да, то у нас и транзакционная обработка, и аналитические запросы, они уйдут в одно и то же место, где находится основная СУБД, да. Вот, и ничего плохого в этом нету, если у вас относительно немного данных. Ну, то есть, как показывает практика, если у вас там не больше 10 гигабайт данных, ну, от 5 до 10, вот где-то там предел находится там, да, то есть вот 10 гигабайт данных и 1 миллион записей в таблице, да, вот по опыту это некий такой практический рубеж, да. Если меньше, да, то дата-акселератора можно не использовать, там, СУБД современный хорошо сделано, да, потянет и тот, и тот режим, да, ну вот, а вот если больше, то будет ситуация какая, что ваши аналитические запросы не обязательно, но могут мешать работать людям, которые проводят транзакционные вещи, да, там, человек продать хочет, ему нужно там счет-фактуру загрузить в систему, а вы там запустили какой-то, значит, как бы запрос большой там, да, который, значит, залочил таблицу, и люди деньги не могут зарабатывать, пока вы анализируете данные, да, и вот здесь, вот здесь, на практике их лучше разносить, да, потому что что-то не бывает, вот много данных, вот стандартная СУБД все-таки для транзакции предназначена, а лаб-система для аналитики, да, и вот здесь лучше включить дата-акселератора, но каждый решает, естественно, сам в зависимости, ну, от объема данных, да, но, извините меня, от готовности подождать, да, если человеку не нужно, чтобы его аналитический запрос быстро обрабатывался, да, вот, он хочет сэкономить на покупке большого железа для дата-акселератора, да, но он может это сделать, то есть здесь вопрос уже тонкости внедрения, потому что нужно выбирать, что вы хотите, какие ресурсы у вас есть, и, ну, там, куда вы хотите вкладываться, что вы хотите получить. Угу, идем дальше. Как загрузить и, в общем, поддерживает ли один из аналитиков файлы формата XLX и XLB? Значит, XLX точно поддерживает, да, вот XLSB, скорее всего, поддерживает, но вот здесь надо просто взять проверить, да, там, как бы, потому что, ну, кстати, на самом деле, да, давайте проверим, что ли, да, в конце концов, мы же можем проверить, правильно? Вот смотрите, значит, вот у нас, ну, собственно, я вот специально, да, вот это мое, это то, что я буду показывать вот сейчас на третьей части, да, вот это мое разработанное приложение хранилище данных с примером данных. Вот здесь у нас загружено, собственно говоря, вот этот файл XLS, я его просто взял и загрузил, да, значит, вот у нас команда открыть, да, давайте посмотрим здесь, а, вот смотрите, да, вот здесь XLS есть, XLSX есть, а XLSB нету, да, я не могу гарантировать, что его нету, потому что, давайте еще раз посмотрим, какие здесь варианты, но вот тоже, я здесь не вижу, да, то есть я бы это проверил, но вот обещая, что XLSB можно загрузить, вот сейчас не готов. Посмотрите документацию, потому что как-то я не настоящий одноестник, да, еще типа BI больше там, да, поэтому, значит, посмотрите документацию, но, боюсь, ответ может быть нет. Хорошо. Было еще интересно про инкрементальное обновление, то есть как оно здесь вот видят, все настроили базы, все как бы архитектурно настроено, а вот обновление данных? Ну, смотрите, вопрос на уровне ETL или на уровне загрузки в датакселератор. В датакселератор там инкрементальное обновление, оно поддерживается и на уровне платформы, и на уровне СОБД. Скорее всего, вас интересовал вопрос загрузки из ETL, да, но вот здесь точно так же, как нету классического, там, в классическом варианте, там, да, ETL-система универсально не гарантирует вам, вот во всех случаях жизни мы поддержим инкрементальную загрузку, да, поэтому ситуации бывают разные. Значит, если у вас, например, внешняя система 1С, да, как я уже говорил, в 1С есть просто встроенный, там, так называемый план обмена, который это отслеживает, да, значит, если у вас не 1С, а СОБД, я бы, может быть, рассмотрел бы вот на базе 1С шины, да, там, там, варианты, там, отслеживать изменения сообщениями, как бы, и собирать данные так, да, а на практике, ну, то есть, если нет ни того, ни того, ни того, там, ну, самые, там, какие-то простые прямолинейные вещи, то, собственно, когда вот открываете ETL-инструмент, да, он говорит, а напиши-ка скрипт, да, потому что что находится во внешней базе и как оттуда инкрементально брать, большой знак вопроса, да, то есть, поэтому в самом простом варианте это действительно скрипт, там, подать или еще как-то выгружать, там, да, но вот еще раз повторюсь, там, есть поддержка технологии инкрементальной загрузки, да, в виде планов обмена и 1С шина, да, то есть, ну, это вот дополнительные продукты, там, да, к сожалению, вот ETL в каждом случае, он решается самостоятельно и по-разному, да, то есть, универсального, значит, волшебного топора здесь нету. Хорошо. Есть еще такой интересный вопрос, он даже больше из практики от меня, нужно ли как-то подготовить данные, прежде чем загрузить, ну, вот берем классические варианты Excel, чтобы манипуляции. Да, смотрите, значит, опять-таки в реальной жизни, да, подготовка данных всегда должна быть, да, я вот помню свой опыт внедрения хранилища данных в Лукойле, да, там, в их дочерней компании, да, и там просто я на практике понял, что, то есть, обычно считается, что в BI-проекте, да, затраты на реализацию ETL, это 80% работы, да, там это было, там, чуть ли не 95%, там, да, потому что, вот, на практике очень часто данные не очищены, дублируются, там, да, и там приведение, вот, что называется, концы, там, да, значит, это задача, без которой работать точно ничего не будет, там, да, это важная задача, там, да, но это вот вопрос больше не технологии, а методологии, да, потому что это вопрос не в том, что технологии что-то не могут, там, да, а в том, что в реальной жизни, когда много информационных систем, возникает каша из данных, и методологически они должны быть очищены, приведены к единому формату, если разные источники, там, в одну таблицу идут, там, да, например, холдинг, там, 20 дочек, там, да, и все они по продажам данные присылают, да, вот в одном месте они могут быть в одном формате, в другом, в другом, там могут какие-то классификаторы не совпадать, это все важный методологический аспект на этапе внедрения, вот, поэтому вот про, как бы, выбирая партнера для внедрения API, не забывайте про его опыт, там, да, там, вот, ну, то есть, как бы, потому что вот в методологии опыт партнера, он важен. Спасибо за ответ. Ну, давайте еще буквально два вопроса, пойдем дальше. Дальше. Артем Зубов спрашивает, вот, объекты расширения видны в аналитике? Да, да, они видны, поэтому, вот, например, я сегодня не говорил там, ну, у нас партнеров много, да, есть, например, такой партнер Хэндисофт, у которого были какие-то свои решения, там, по BI, да, но когда они узнали про аналитику, они тут же начали делать на базе аналитики свои решения, молодцы. Они сертифицировали, грубо говоря, готовый набор отчетов для типовых конфигураций 1С, да, то есть, если ты хочешь, например, там, за неделю получить не просто аналитику, аналитику с отчетами, да, и у тебя типовая конфигурация, там, ну, там, у них ERP, управление торговлей, и Зуб, по-моему, да, и вот они как раз, собственно, для того, чтобы сделать витрины данных и сертифицировать это именно как 1С решение, они сделали расширение, да, то есть, они продают расширение, вы расширение ставите поверх, ну, там, у них напрямую или через партнеров покупаете, значит, ставите это расширение поверх вашей типовой конфигурации, хоба, и вы получили отчеты удобные, витрины, в которых все это есть, синхронизируется, да, поэтому расширение, да, работает, это достаточно такой, ну, для Зуба точно, там, да, значит, достаточно такой типовой подход, как вот сделать дополнительно витрину именно для аналитики поверх уже работающей системы 1С. И последний вопрос, как часто выходят релизы и обновления, когда вышло, то есть, необходимо ли будет что-то администратору делать, или оно как-то автоматически накатится? Значит, смотрите, я не знаю, просто хорошая это будет новость или плохая, да, потому что в зависимости от ситуации это или очень хорошая новость, или, может, не очень, да, значит, но вы знаете, но те, кто знают платформу 1С-подприятия, что это такое серьезное, такое мощное корпоративное решение, которое, значит, долго планируется, в соответствии с планами выпускается, тестируется, да, там, и там по полгода можно, ну, там, как бы, как бы-то не меньше квартала, вы ждете выхода новой платформы, да, потому что это серьезное такое корпоративное решение с большими сложными задачами внутри. Аналитику мы разрабатываем по agile, да, то есть мы имеем пул задач, которые смотрим, быстро реализуем и выпускаем. Поэтому у нас, мы стараемся, чтобы у нас новые релизы аналитики были не реже, чем раз в месяц. Это позволяет нам достаточно быстро реагировать на пожелания реальных партнеров и клиентов, да, там, если клиент хочет какой-то дополнительный функционал или еще что-то там, да, ну, понемногу надо заточить, чтобы людям реально было удобнее, да, нам никто не мешает, так сказать, окей, и там через 2-3 недели выкатить версию, в которой это будет. Вот, это, на самом деле, большой плюс. Минус заключается в том, что действительно, ну, там, грубо говоря, раз в месяц выходят новые версии аналитики, да. Значит, тут недавно общался с клиентом, тоже крупным региональным там, да, они по-простому себе поставили там, грубо говоря, год назад, и ничего не обдавляют, они счастливы, да, но такое тоже есть. Но, как это, мы уже выпускаем, значит, для вас функционал там, да, поэтому те, кто вот как раз смотрит, хочет и горит желанием развивать свою систему, да, они отслеживают, значит, загружают новые версии и обновляют. У нас пока, значит, соответственно, обновление не автоматом проходит, то есть это нужно с сайта загрузить, дистрибутив обновления, экзешничек, запустить, и он, значит, соответственно, у вас обновится, да, то есть это некий процесс, да, но мы максимально старались вот упростить, то есть у нас визор, там все это в стандартное место ставится, но визор для винды, то есть если вы разворачиваете на линукс, это нужно делать руками, но тоже особого труда нету, то есть вот там один-два раза сделали, дальше вот, собственно, рука набита, то есть как бы клиенты говорят спасибо, не жалуются. Отлично. Предлагаю сейчас пока завершить блок вопросов. Да, давайте. Так, ну, давайте перейдем к третьей части, да, значит, здесь в третьей части в основной массе будут не слайды, а демонстрации. Давайте попробуем посмотреть, что у нас есть. Ну, во-первых, давайте я вам покажу, собственно говоря, как выглядит вот эта живая конфигурация с хранилищем данных, да, то есть вот, собственно говоря, набор справочников, документов, наш регистр накопления, да, ну и, например, там можно вот, там, не знаю, то есть, в принципе, можно не открывая объект вот здесь посмотреть, там, да, какие поля, там, какие, значит, где размерности, где факты, там, да, значит, ну, например, давайте посмотрим заказ, потому что здесь у нас вот и табличные части, и все. Видите, что для каждого поля у нас есть имя. Имя – это то, что используется при программировании, да, то есть как бы вот что в коде мы пишем, да, есть синонимы. Синоним – это то, что, ну, грубо говоря, на понятном человеку языке, как это называется, и нужно понимать, что вот имя, оно всегда одно, потому что в коде не может быть 20 названий для одного того же поля. А вот синоним можно настроить для различных языков, там, для русского, для английского, собственно говоря, вы, там, там, систему можете настроить, что, там, грубо говоря, 20 человек на разных языках, и, значит, каждый с ним работает, и тогда будет много синонимов, можно будет переключаться, да. Значит, мы настраиваем тип, в данном случае, значит, у нас, значит, ну, там, ссылка или на какую-то внутреннюю таблицу, которую мы создали, там, да, или какой-то стандартный тип, типа строки, числа и так далее. И то же самое для табличных частей, тоже здесь все, значит, как бы, соответственно, есть. Вот важно, что когда я все вот это дело настроил, то есть вот у меня веб-клиент, да, в котором у меня запущено вот это приложение, да. Значит, вот, например, заказы, да, вот у меня список заказов, которые, значит, у меня есть там, да, я могу, значит, как бы каждый заказик открыть, увидеть здесь табличную часть, которая есть там, да, и с этим работать. То есть важно, что, значит, я без программирования описал структуру данных и сразу автоматом получаю приложение с форумами просмотра и редактирования, да. То есть практически, грубо говоря, готовая СОБД, с которой я могу работать, и не нужно ничего программировать. Если мне нужно какую-то бизнес-логику заводить, да, я могу сюда добавлять, соответственно, какие-то элементы программирования. Здесь также добавлю, что, видите, вот на русском это те объекты, которые я создал. Но мне также автоматом показывают и во внешнем источнике, да, то есть вот то, что у меня подключено в МДБ файле тоже, я вижу, как часть своей СОБД, я тоже могу смотреть точно так же, как внутренние данные. То есть вот все внешние источники внешнего СОБД легко подключить и с ними работать, да. Вот, дальше, значит, соответственно, в системе управления аналитикой зарегистрированы, значит, как бы сервер аналитики, поэтому у нас вот здесь есть ссылочка, мы сейчас сюда перейдем. Ну и покажу, собственно говоря, создание копии, да, то есть вот для того, чтобы создать копию, грубо говоря, вот отдельную базу в Data Accelerator, мне достаточно набрать ее имя, там, например, да, там два, там, да. Вот в расширенных корпоративных возможностях эта копия может быть не только на Data Accelerator, но и на любом, грубо говоря, сервере баз данных, там, на SQL сервер, на Postgres, на Oracle, там, да, можно использовать вот как раз встроенные возможности для инкрементальной, собственно говоря, загрузки данных, или использовать какие-то внешние, например, вот для Microsoft, all this on можно настроить и, значит, им синхронизироваться там, да. Но, значит, если нам нужен Data Accelerator, просто включаем, да, значит, выбираем там, например, что нам нужны табличные части, потому что тоже не всем это нужно по умолчанию, они отключены, и дальше мы выбираем те объекты, которые нам нужны, соответственно, в копии. Все. Значит, после того, как мы, грубо говоря, обновим копию, у нас появится, значит, во-первых, в Data Accelerator, который влияет частью платформы, значит, будут загружены данные, по которым вот обработка может быть направляться, соответственно, туда, а не в стандартную СУБД. Теперь давайте перейдем с вами в рабочее место аналитики, да, то есть вот, значит, я, будучи, ну, на самом деле для простоты и тоже немножко изоления, да, я люблю Windows авторизацию, потому что не нужно вводить лишний раз пароль, да, поэтому у меня здесь для приложения настроена Windows авторизация. Но, значит, даже если бы у меня она не была настроена, да, при переходе из 1С в аналитику, значит, срабатывает Single Sign-On, и я вхожу в аналитику сразу под тем же пользователем, да, вот здесь администратор, да, и здесь я тоже, значит, соответственно, как администратор вошел, да, вот, значит, и здесь вот мой рабочий стол, мои, там, отчеты, дашборды или папки. Ну, в данной ситуации, значит, для красоты, там, мы разложили все по папкам, да, и, в частности, для выполнения кейса, значит, вот разложили аккуратно по папочкам, что есть там, да, а для того, чтобы еще было проще, я себе нарисовал дашборд, да, в котором, значит, как бы, соответственно, все по ссылочкам сделал, и можно переходить там, да, можно, например, там, перейти там к конкретному отчету, да, там, посмотреть, что в этом отчете, да, там, или перейти к папке, где эти отчеты лежат, там, да, там, как бы посмотреть что-то конкретное по ним, да, вот, давайте вот, собственно говоря, пройдем, да, давайте, собственно говоря, попробуем, ну, чтобы не просто посмотрели отчеты, там, давайте посмотрим, особенно, как вот этот отчет, ну, рисуется, да, как выглядит, собственно, работа аналитика или руководителя, который хочет нарисовать отчет. Ну, для начала, там, я хочу создать себе диаграмму, то есть вот один базовый отчет, там, да, там, по одному источнику, да, вот я выбираю, я сразу вижу, какие здесь у меня, собственно, все объекты, которые есть у меня внутри информационной базы 1С. Здесь я могу по типам, соответственно, отфильтровать, на самом деле, что я сделал, я внешний источник данных отключил, ну, чтобы у меня вот эти таблицы на английском не мешались, да, значит, и, естественно, основной анализ, он делается вот по нашему регистру продажи, потому что изначально, собственно, мы туда и зашел, вручили информацию про деньги, про поставки, чтобы она там была. Вот у меня, собственно говоря, источник продажи, регистр, да, и слева я вижу поля, которые я могу добавлять. Вот для тех, ну, там, я уверен, что аудиторию, как раз, специалисты ППА-ют, да, поэтому скажу такую вещь, что, значит, у нас модель работы снежинка, да, то есть вот у нас есть регистр, в нем есть поля. Любое это поле, размерность или факт я могу добавить, но, например, вот поле, соответственно, товар ссылается на справочник товара, есть свои поля, я могу тоже открыть вот этот справочник, оттуда добавить поля. Если там, например, товар ссылается на категорию, это тоже отдельная таблица, я могу туда залезть и тоже добавить поля. То есть все эти поля нам сразу автоматом доступны, да, то есть мы их можем использовать. Значит, что я здесь для, ну, для начала работы сделаю? Я добавлю, значит, у нас есть количество проданного товара, значит, процент скидки, сумма скидки, значит, и сумма товаров, соответственно, без скидки, да, поэтому давайте сделаем, добавим два искусственных поля, да, значит, первое поле добавим, назовем его выручка, да, где, собственно говоря, пропишем, сколько денег мы реально получили. Значит, и вот здесь скажу, то есть я вот создаю поле, я использую внутренний язык формул 1С аналитики, да, здесь же сбоку есть подсказка по всем вот таким функциям, да, значит, тоже достаточно близко к тому, что используется в биосистемах, в Excel, там, да, то есть, ну, немножко свое, там, да, вот, значит, вот это можно использовать, да. Значит, я, значит, как бы указываю функцию сумма, да, сейчас. Сумма, так, значит, берем, значит, сначала, значит, сумму товаров, вычитаем сумму скидки, тоже, мне не нужно набивать до конца, значит, подсказка интеллектуальная, выводит, что есть, какие поля там есть. Создали поле выручка, вот у меня теперь появилось новое дополнительное поле фактов, с которым я могу работать, да, и точно так же давайте добавим поле прибыль. Прибыль, здесь, соответственно, что мы сделаем? Тоже у меня агрегат будет сумма, да, да, значит, сумму товаров, вычту сумму скидки, да, и мне нужно вычесть себестоимость, да, себестоимость у нас где лежит? Она лежит у нас товар, себестоимость, так, и эту себестоимость нам надо умножить на количество. Все, значит, создали поле прибыль. Теперь, значит, у меня не просто, значит, мой исходный источник продажи, да, у меня теперь есть дополнительные поля, с которыми я могу оперировать, да, значит, ну, на которые чаще всего смотрят там, да, значит, вот уберем лишнее, да, то, что нам не нужно, так, значит, оставим выручку, да, оставим прибыль, ну, и оставим количество товара, потому что тоже часто мы смотрим, сколько штук мы продали, да, значит, теперь давайте количество, ну, видите, вот эта исходная формула, которая нам подставляется, когда мы перетаскиваем поля, мы тоже можем немножечко ее для красоты заменить там на что-то более красивое в моем отчете. Вот, значит, получили выручку прибыль количества. Теперь мы можем, соответственно, смотреть по различным разрезам то, что мы хотим, например, по периодам. Опять же, период в данной ситуации, значит, могут быть различные среды по умолчанию, по годам, да, вот я вывел, да, пока, значит, более глубоко переключаться не будем, да, значит, период, что нас может еще интересовать? Нас может еще интересовать категория товара. Товар, категория, добавили, вот различные категории товаров, да, ну и, например, мы можем годы вывести по колонкам, да, чтобы в одной табличке вот видеть, значит, как у нас все вот рядом находится там, да. Значит, ну для красоты давайте период переименуем. Можно переименовать в период, там, в год там, да, а можно просто период там, да, полагая, что мы еще можем как-то это изменить и будет период не по годам, например, по месяцам или как-то еще. Все, получили красивую вот такую, соответственно, табличку, да. Значит, на самом деле тоже такой тонкий момент, вот это я нарисовал, ее вижу я, но если я хочу, чтобы ее увидел кто-то другой, я публикую, вот после этого вот эту ссылку я могу передать другому сотруднику, и когда он откроет у себя, он увидит последнее опубликованное состояние моего отчета. Ну и дальше, соответственно, что я могу сделать? Я могу, например, взять и построить, например, график, да. Значит, у меня, видите, сразу я получил график по годам, по категориям, количество, соответственно, проданного, да, и могу, соответственно, смотреть, что больше, что меньше продавалось, да. Значит, что я еще могу сделать? Значит, ну, дальше уже резонно идти в сторону, например, фильтров там, да, значит, например, там, в первую очередь фильтр по периоду, да, давайте посмотрим, как создается фильтр по периоду. Я могу просто создать фильтр, да, и открывается общее окно создания фильтра, да, там, например, фильтровать я могу по различным разрезам, например, давайте по годам. Значит, и давайте я включу наличие данных, чтобы понимать, где у меня данные есть, где нету, да. Мы видим, что у нас данные есть по 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 годах, там, да, но давайте оставим только, там, последние три года, так. Значит, и другой тоже момент покажу. Значит, на самом деле и фильтры, и поля, все используют внутренний вот этот язык описания аналитики, да, значит, и вы можете вот сейчас большинство операций, можно просто кликать, таскать вот эти булли, баблы, там, да, и все это будет, формула будет генерироваться автоматом, да, но, значит, в какой-то, ну, то есть вы должны знать, что там вы в любой момент можете не визуально редактировать, да, а, значит, например, форму, чтобы подредактировать. Например, для создания фильтра есть какие-то стандартные вещи, ну, например, до прошлого дня, там, в одном из пунктов, там, нам нужно было с начала года до текущего, да, вот до прошлого дня, значит, создается автоматом такой фильтр. Давайте посмотрим, что нам оно создало там, да, значит, перейдем в редактор выражений, да, мы увидим, что на самом деле, значит, берется, значит, текущая дата сейчас, да, значит, и, соответственно, сравнивается период по дню, по дню до, ну, грубо говоря, до вчерашнего дня, то есть сегодняшний день, минус один, там, да, вот до этого момента сравнивается, соответственно, такой фильтр тоже готовый. Да, фильтр можно включить, можно выключить, там, да, видите, немножко данные меняются там, да, значит, и таким образом, вот мы строим, соответственно, там, наши отчеты, графики, с которыми мы работаем. Значит, что еще отмечу просто для вот расширения кругозора, есть хорошая вещь под названием группировка, да, вот, например, если мы пойдем к сводной таблице, там, да, мы можем, например, сказать, что вот мужская и женская обувь, да, больше, больше вроде бы обуви нету. Давайте скажем, что мы не будем, значит, шовинистами, скажем, что не бывает женской и мужской обуви, будет просто обувь, да, вот давайте я выберу женскую обувь, мужскую обувь, там, да, и скажу сгруппировать. Значит, вот она мне сходу, соответственно, сгруппировала, да, значит, и теперь, если мы отредактируем, да, естественно, она не может догадаться сама, значит, как назвать мне вот эту группировку, да, значит, поэтому вот мы сюда зайдем и вобьем, что это у нас называется, обувь, да, значит, готово, все. И у меня появилась позиция обувь, которая объединяет данные, соответственно, и за мужскую обувь, и за женскую обувь. Это удобно и для переименования, и действительно для группировки, то есть вам не нужно звать программиста, который вам вот категории как-то специально склеит так, как вы хотите, да. Значит, вы можете сами это легко сделать. Значит, есть drilldown тоже, значит, как бы и drilldown на диаграммах, на дашбордах. И отдельно отмечу, что есть у любого отчета и дашборда есть два режима – редактирование и просмотр, да. То есть на самом деле, когда человек смотрит, например, чужой отчет, он смотрит его всегда в режиме просмотра, но тоже может данные как-то крутить. И в режиме просмотра просто определенная функция редактирования убирается, чтобы вам было удобнее просто работать с отчетом, если вы не собираетесь с ним редактировать. Вот, значит, вот, собственно, я кратко показал процесс создания диаграммы, да. Теперь давайте посмотрим по заданию, да, там, значит, вот там по различным папочкам, там, да, наверное, нет смысла, значит, как бы глубоко в детали погружаться, да. Ну, вот все, что касается анализа, там, по продажам и прибылям, да, то есть вот тот мастер, который мы с вами, там, я показал, как он рисуется, да, значит, соответственно, вот он есть, из него исходя уже можно, значит, соответственно, смотреть различные, значит, категории, добавлять фильтры, ходить по ним, там, да, раскрывать данные, схлопывать данные, там, да, именно. Причем, заметьте, что здесь у нас это не, ну, то есть для встроенного иерархического справочника понятно, значит, как бы сделано, здесь просто, значит, настройка, соответственно, внутри аналитики, что вот у нас два значения, по ним можно, соответственно, склеивать, там, да, значит, как бы в иерархии показывать, да. Вот, значит, по там 1.3, что у нас там? Прибыль, Выручка, Рентабельность тоже, значит. Вот пример диаграммы, да, тоже, где у нас, соответственно, Рентабельность показана, Значит, я обращаю внимание, что для того, чтобы, когда вы нажимаете на bubble, да, нажимаете всегда одной кнопкой, да, для чего? Для того, чтобы вот этот интерфейс был оптимизирован для работы пальцем с тач-экранами, да, то есть здесь правые клавиши мыши не используются, да, все оптимизировано для работы с тачем, если вдруг вы с планшета смотрите там, да, ну и тоже смотрите, значит, у нас есть левая и правая ось, да, по ним можно, соответственно, как бы выводить значения, да. Если мы здесь посмотрим, здесь у нас есть закладочка, соответственно, полей, здесь дополнительно появляются параметры настройки тоже, значит, диаграммы, есть логарифмическая шкала, ну, то есть как бы настройки цветов, ну, то есть дополнительные тонкие настройки, значит, диаграммы тоже есть. Значит, да, значит, дальше, что еще интересного показать, сейчас посмотрим, значит, 1.4, это количество проданных единиц, так, сейчас посмотрим, значит, график у нас выглядит вот так, я пытаюсь там понять, то есть какие интересные вещи вам показать. А, значит, соответственно, планфакт, про планфакт скажу немножечко отдельно там, да, у нас в исходных данных планфакта не было, да, поэтому мы там, грубо говоря, в нашем приложении добавили источник регистра информации, да, с планом по показателям сейчас здесь забито только одно значение за один период, да, поэтому, собственно говоря, вот здесь на отчете тоже вот планфакт, он, значит, в одном месте у нас только вот и показывается, да, просто потому что нужно больше забивать данных. Вот это тоже хороший пример, потому что планфакт продаж, это традиционно всегда не лежит в одной таблице, да, то есть всегда для того, чтобы показывать планфакт, нужно делать склейку данных из разных таблиц, и здесь для того, чтобы делать, вот, если у нас там в регистрах есть какая-то вот естественная склейка, да, то, значит, понятно, наверное, с моей первой демонстрации, что понятно, как это можно рисовать. Значит, вот, в принципе, у нас есть возможность взять любую запрос к данным, да, значит, сейчас, секундочку, где у нас, где у нас, вот управление системой аналитики, да, значит, у нас есть такое понятие как ДПТ-источник, да, когда вы можете любым запросом, значит, соответственно, вот, задать то, как вы данные получаете, да, значит, засунуть внутрь зарегистрирование ДПТ-источника, это появляется у вас в виде такого виртуального источника данных в ваших отчетах аналитики. То есть вы можете любую структуру, любую связку указать, и она у вас здесь появится. Так, дальше, что у нас, что у нас, что у нас, было, так, 1,4 там, да, значит, ну, соответственно, тоже вот по фильтрам я вам показывал, да, значит, как бы, что в фильтре легко можете задать любой период вообще, да, там, год, значит, как бы месяц, то есть вот просто можете, значит, с точностью додать, точно, точно указать, за какой период вы смотрите, да, и опять же, вот, для, там, для фильтров типа с начала года до текущего дня это делается формулами, да, но вот для каких-то таких типовых формул здесь есть дополнительные шаблоны, на которые вы нажимаете, выбираете, то есть вы без программирования нажали до прошлого дня и получили фильтр, но на самом деле этот фильтр, вот, это вот такая формула, которую тоже можете сами нарисовать, как-то хитро сделать, например, на практике было тоже клиент, которому нужно было, там, если сегодня, грубо говоря, там, до третьего числа текущего месяца, надо показывать данные за прошлый месяц, а если у нас уже позже третьего числа, там, четвертый, пятый и позже, то уже за этот месяц показывать, там, да, и это тоже, значит, ну, совершенно нестандартное требование, вот предугадать и сделать волшебную кнопку невозможно, а формулой спокойно, легко можно задать так, чтобы работало, как это нужно пользователю, да, там, хоть на нужный период, хоть, там, до прошлого дня, хоть за прошлый месяц и так далее, то есть это все делается, это все настраивается. Так, здесь у нас что, прибыль по странам, ну, тоже, собственно говоря, вот прибыль по заказчикам, то есть вот некий мастер, да, в котором мы выводим или клиентов, или страну, да, там, или категорию товаров, там, да, значит, ну, и в зависимости от этого, там, да, соответственно, можно, там, рисовать нужный отчет, там, например, там, по клиентам, там, да, значит, или же, например, там, по процентам, начать от прибыли, там, да, там, что у нас там есть, Есть там для конкретной страны, для Бразилии, мы отфильтровали, вот у нас фильтр, вы выбрали страны, Бразилия, отфильтровали. По странам, то же самое. Вся эта информация, соответственно, есть. Страна, смотрим, открываем, какие клиенты в Англии или в Германии. Тоже все автоматом показывается. Ну, то есть, как бы, а как иначе, да, там, иначе биосистема работы нормально не будет. Так, продажи менеджеров. Тоже, значит, как бы мастер, значит, город, офис, сотрудник, там, да, значит, по нему можно смотреть выручку, скидка, там, значит, процент скидки, там, да, и определять, значит, много он скидку использует, мало он скидку использует, там, да, отсортировать, там, грубо говоря, по среднему проценту скидки, значит, конкретного менеджера, там, да, мы получим нужный отчет, там, да. Значит, здесь, что у нас продажи конкретного менеджера, да, для отфильтрованного офиса в Стокгольме, да, значит, продажи менеджеров за счет скидки там, да, тоже, значит, взяли, значит, выручку, сумму скидки, отсортировали по большому объему продаж скидок и видим, соответственно, топ тех сотрудников, которые всегда предоставляют большую скидку, да, там, понятное дело, что, может быть, у них от этого лучше продажи, может быть, нет, а может быть, если бы они немножко напряглись и меньше скидку давали, они больше денег заработали, да, тоже, значит, вопрос для анализа руководителя, да, значит, так, что у нас там, восьмой, вот, значит, ну, тоже, значит, сотрудник, какие товары продает, выручку, то есть, можно смотреть, анализировать таблицы или в каком-то графическом варианте. Так, что у нас это посмотрели, продажи по дням недели, да, то есть, есть различные разрезы, в том числе, значит, вы можете, значит, но не все, не все, что есть здесь, значит, забито вот здесь в меню там, да, но в том числе есть там, например, возможность указывать день недели, там, да, там, в данном случае через формулу там, да, и вы получаете, значит, соответственно, по дням недели, сколько в среднем, значит, соответственно, по сумме, значит, продавалось, значит, и, соответственно, количество проданных и низ тоже в зависимости от недели, в данном случае у нас по фильтру для одежды для новорожденных, там, да, видно, что больше всего продается в понедельник, вторник, да, значит, а вот меньше всего в воскресенье, там, да, может быть, какую-то акцию надо провести в воскресенье или как-то, наоборот, другим способом поднять продажи, тоже это все визуально видно. Значит, вот как раз в видео на YouTube-канале, где я демонстрирую как раз азы работы с аналитикой, там тоже, значит, как бы анализ трендов по сезонам, там, да, там мы там кофеварки, значит, с соковыжималками проверяли, но тоже, то есть, как бы, вот классический пример. Так, ну и продажи по поставщикам товаров, давайте посмотрим, что у нас здесь есть, значит, здесь, вот здесь, собственно говоря, тоже у нас была задача, значит, взять двух поставщиков, люди в черном и парадис, и мы для них, собственно говоря, и сделали группировку, которую я вам показывал, да, то есть, вот этих двух партнеров мы объединили в одну категорию, да, еще вдобавок подсветили светом, чтобы видеть, где она у нас тут находится, да, и вот сразу видно, собственно говоря, процент прибыли, прибыль, положение этих партнеров в отношении остальных, там, да, там, для принятия решения, что с ними делать. Продажи по поставщикам товара, что у нас тут тоже, собственно говоря, там, прибыль, число клиентов и товар поставщик. Здесь интересно, что, что я не просто, значит, вывел поставщиков, но и ограничил количество выводимых, соответственно, поставщиков, вот здесь в меню указав, сколько мы выводим, да, да, значит, и, так как мы по числам клиентов, значит, соответственно, сортировали, да, то есть, там, если не ошибаюсь, была задача, там, наиболее популярных поставщиков у клиентов, там, да, но популярны у кого больше всего клиенты, да, в данном случае мы видим, что вот у нас вот эти поставщики, они максимально популярны, значит, вот мы их оставили наверху, Значит, и, если не ошибаюсь, там была задача посмотреть конкретного поставщика, входит он в топ-пятерку или нет, да, соответственно, можно отключить, там, вы видите, он болтается где-то вот, где-то вот тут, не входя ни в пятерку, ни в десятку, там, да, там, значит, как бы, и показывая низкую производительность. Так, что у нас еще, что у нас еще, 12 последняя, значит, категория, там, да, ну, тоже сезонность, там, да, значит, вот в данном случае мы вывели, значит, по месяцам, сколько продано и отфильтровали по ботинкам, можно посмотреть по всем, ну, тоже, значит, как бы, как бы, категории, там, да, и вот, если мы добавим дополнительно, вот, вот, группировку по сезонам, да, то есть мы посмотрим, то есть вот конкретные месяцы определим, когда у нас зима, весна, лето, осень, мы вот здесь уже сезональность можем увидеть, да, что вот всплески продаж, значит, соответственно, вот тех наших любимых ботинков Runner, значит, весной, в первую очередь, там, да, значит, ну, и зима, и лето тоже немножко держатся, а почему-то осенью не продаются, может быть, эти ботинки, они, ну, как это, даже, может быть, не дырявые, но воду пропускают, и осенью в них никто не хочет, покупать и ходить, там, да, вот, может быть, если, там, грубо говоря, их немножко заклеить резиной, чтобы они не пропускали воду, и осенью будут хорошие продажи, да, ну, вот, собственно говоря, вот, примеры вот этих отчетов, и дополнительно хочу показать, соответственно, следующее, там, да, то есть вот, вот эти все отчеты, вот эти все примеры анализа, они исходят из того, что руководитель сам смотрит, крутит как-то там, да, но еще часто задача построения дашборда, когда просто руководитель начинает свой день с просмотра дашборда, что у него в хозяйстве все нормально, да, вот, и начинает реагировать на цифры, только если там какие-то отклонения есть, поэтому я вот нарисовал несколько примеров дашбордов, там, да, там, например, продажи по годам, значит, сейчас, секунду, вот, отдельно дашборд с доходами, и здесь дополнительно я сделал тоже вещь, которая часто удобна, да, динамический фильтр, то есть вот у нас, например, дашборд, есть доход по годам, по месяцам, по городам, да, значит, нам никто не мешает, соответственно, добавить вот, собственно говоря, сюда фильтр, как вот по периоду, да, как мы это добавляли на панели, но я специально сделал, вот, пару виджетов с динамическими фильтрами, да, например, для того, чтобы мне увидеть там данные по нужным годам, я могу просто здесь их выбрать и увидеть, да, точно самое по месяцам я могу отфильтровать и получить только те данные, которые мне нужно, да, то есть вот такие динамические фильтры для какой-то быстрой оценки ситуации могут быть достаточно удобно, и на практике достаточно часто ими пользуются, разрабатывая какие-то дашборды, вот, для таких ситуаций, вот, быстренько покрутить, отфильтровать какой-то период или какого-то поставщика, вот, через динамический фильтр вполне удобно и хорошо работать. Вот, и под конец, вот, собственно говоря, покажу еще один момент, то есть вы видите, что, на самом деле, вот, для того, чтобы понять, вот, какие у меня отчеты, что, значит, понятное дело, что я могу ходить по папкам, как-то организовывать, а могу себя в дашборде, вот, нарисовать, собственно говоря, вот, и организовать все ссылки, вот, в удобном мне виде, с картинками, с текстами, с оформлением каким-то. И, например, в качестве такого примера я сделал некоторую сводную панель, да, некий такой дашборд, на котором у меня и продажи по годам показывают индикатором, да, и доход, и, значит, более детально по годам продажи и продажи по месяцам, да, и вот здесь, на самом деле, каждый вот из этих виджетов отчетов, да, он ведет на другой дашборд. Я кликаю, например, на индикатор, перехожу на более детальный дашборд, который раскрывает мне эти показатели в нужном подробном виде. Значит, доход по годам тоже нажимаю, получаю детальный дашборд по доходам, по разным разрезам, по месяцам, по прибылям и так далее, да. То есть, таким образом, вот, используя систему ссылок на маленьких отчетах, на тексте, я могу выстроить вот то, что называется storyboard, отдельную историю, когда человек, заходя там с исходного какого-то базового меню, да, может идти по другим отчетам и дашбордам, чтобы вот, ну, вот по этому дереву проходить туда, куда ему нужно, делать это в удобной форме, если он не программист, не технический специалист, например, руководитель компании, да, чтобы ему было удобно ходить и навигировать по вот этим всем отчетам. Ну, и теперь я вернусь к слайдам. Значит, как это слайд под названием «Сдавайте валюту», да, то есть, сколько стоит аналитика и что почем, да. Значит, мы в этом отношении, ну, то есть, мы массово продаем наши продукты на рынке, поэтому все наши цены, они известны, открыты, и легко видны и прозрачно, да. Значит, вот цены по лицензированию аналитики, значит, как бы, они вот в инфописьме 28705, который есть на нашем сайте, там все перечислено. Значит, единственное изменение, что скоро мы, наверное, будем выпускать по просьбе наших партнеров и клиентов лицензию на 100 сеансов, то есть, вот наше изначальное мнение, что на 10 сеансов всем хватит, нет, уже пошли клиенты, которые покупают по сотнями, да. Значит, ну, вот это будет в ближайшее время, пока, значит, вот постоянная лицензия на 10 сеансов стоит 86400 рублей, это на самом деле цена сервера 1С, мы к ней, собственно говоря, ее вот и выравнивали, да. Значит, постоянная лицензия на один сеанс 30 тысяч, ну, если вы меня спросите, почему такой вот дисбаланс, вот 10 сеансов 86, а тут 30 на один, да, ну, потому что, значит, в лицензию входит помимо сеансов аналитики еще в включении дата акселератора, да, значит, и вот этот один сеанс, не просто один сеанс, это один сеанс плюс работающий дата акселератор, а вот на 10 сеансов это уже не видно, то есть, здесь уже все заложено в цену. Значит, те, кто хочет покупать лицензию, там, ну, как бы по подписке, то есть на временной основе, он может ту же самую лицензию на 10 сеансов купить на 30 дней, на 90 дней, на 3 месяца за 10 тысяч рублей, значит, ну, а когда пройдет 90 дней, там, да, там, купить еще раз, там, да, или передумать, там, да. Вот, повторюсь, что, значит, лицензия включает дата акселератора, то есть, на самом деле, у нас помимо лицензии аналитики нужны, естественно, лицензии на остальные инструменты платформы, то есть сервер 1С, ну, и какое-то минимальное количество клиентов, в зависимости от того, сколько людей будет работать непосредственно с базой 1С, да, и здесь возникает разница с различными типами лицензий, то есть, есть лицензии категории проф, есть лицензии категории корп, вот дата акселератора и механизм копия, это все-таки такой корпоративного уровня механизма, и они в проф не входят, они входят в корп, да, но, вот, так как дата акселератора нужен для 1С аналитики, то вместе с лицензией на аналитику он включается для вас, даже если у вас более дешевая лицензия проф, да, все для вас. Значит, но, если вы хотите попробовать, попробовать можно совершенно бесплатно. Какие здесь есть варианты? Первое. Если у вас есть платформа, ну, версия 8.3.19 и выше, там, да, и на базе не более пяти пользователей, то есть, не более пяти сессий, да, то один сеанс, вот, сессии аналитики включается бесплатно. То есть, для разработки тестов и показов это должно быть более чем достаточно, да, то есть, вам ничего не нужно, сервер 1С есть, все, значит, мало пользователей, аналитики включаются автоматом. Значит, если вам все-таки нужно какой-то более такой приближенный к боевому варианту, вариант применения, да, то в рамках вот подписки ТС, то есть, подписки на обслуживание продуктов 1С, то вы один раз можете получить вот лицензию на 10 сеансов, на 90 дней бесплатно, вот на портал 1С.ру, вот раздел регистрация ПО, там можно нажать кнопочку и получить эту лицензию совершенно бесплатно, но один раз. Когда мы проводили бет-тестирование, то мы всем давали неограниченное количество этих лицензий, там, да, но сейчас продукт в коммерческом уже режиме продается, там, да, поэтому все-таки, ну, раздача присылательных версий, она немножко, значит, ограничена, вот однократно выдачим такой лицензии. Ну и, значит, есть тоже демо-стенды на нашем сервере, демо-стенды в DEMO 1С.ру, есть отдельный сервер с аналитикой, там можно тоже походить, посмотреть, попробовать, вот, там, естественно, ресурсы немножко ограничены, да, то есть, если туда там приходит одновременно 10-20 человек, немножко начинает машина там подтормаживать, да, но в целом ознакомиться, посмотреть вполне себе можно. Теперь в завершение список информационных материалов, да, и здесь, конечно же, вот рассчитывать на то, что вы возьмете и запомните все вот эти ссылки или с экрана их считаете, на самом деле было бы, наверное, неправильным, поэтому сейчас я перейду в ряд нашего прекрасного с вами веб-каста, да, и вот текстом кину вот все эти ссылки, просто их все скопируйте, чтобы они были у вас под рукой, и вы дальше могли их использовать, да. Какие же ссылки здесь есть? Первое, значит, ну, ссылка на страницу о продукте, там есть ссылка и на книгу, и на YouTube-каналы, то есть, ну, как бы, вот, это страница о нашем продукте, не всю информацию мы там пока публикуем, но, по крайней мере, это вот начало для, там, для изучения. Дальше, ссылка на документацию на сайте ETS. В принципе, сейчас в текущих версиях аналитики просто в каждом продукте, там, документация вместе вкладывается, там, да, ну, то есть, как бы, на ETS сайте тоже она лежит. Дальше, очень рекомендую книгу «Хрусталевый», то есть, где достаточно подробно, именно для бизнес-пользователей, разжеванно, расписано все, как вот работать, строить отчеты, и примеры вот этих отчетов вы можете, собственно говоря, на стенде «Демо 1С.ру», значит, обкатывать, проверять, потому что там как раз база вот для того, чтобы все вот эти отчеты могли по книге повторять и потренироваться. Значит, на YouTube-канале учебного центра 1 и 1С, соответственно, тоже есть простые демонстрации, включая демонстрацию, значит, как бы, там, с детальными установки сервера, ну, то есть, как бы, будем обновлять эти ролики, ну, то тоже, значит, как бы, ценность пользы их есть. Значит, видеозапись учебного курса, значит, моего, как бы, курс немножечко, но он даже не то, чтобы устарел, он, мы его записывали, когда мы запускали продукт, да, значит, и там немножко все-таки было некоторые вещи по-другому, но в этом курсе я очень много системных вещей рассказываю, о которых вряд ли сейчас уже буду рассказывать, поэтому вот с этой точки зрения ценность там есть. Значит, статья по архитектуре на Хабре, она свежая, вот буквально там месяц назад там выложили, а все, что вот надо знать, я там описал, пожалуйста, изучайте, пожалуйста. Значит, так, так, следующая страничка, вот. Значит, обращаю внимание на бизнес-форум 1СРП, значит, потому что, говорю, точка, там доклады именно клиентов, и вот о практических кейсах внедрения вот подробно, интересно рассказывать, пожалуйста, изучайте, рекомендую. И в качестве такого эксклюзива для всех тех, кто пришел на сегодняшний веб-каст, я, наверное, на ближайшие 1-2 недели выложил видеозапись моего обзора аналитики именно с бизнес-форума, вот, то есть вот в течение там 1-2 недели можете скачать по ссылке эту видеозапись и посмотреть видеозапись, потому что в архивах самого форума там остались только презентации, сами видеозаписи убраны, но вот вам, конечно, эксклюзива, тем, кто осилил посещение этого веб-каста, пожалуйста, посмотрите отдельный мой обзор аналитики, но в целом то, что в статье по Хабрю, и сегодня я старался вам всю информацию рассказать. Значит, лицензирование, ссылка на инфописьмо, ну, и примеры внедрения на Retail.ru и справочек внедренных решений. Ну вот, на этом я хотел бы, наверное, завершить, ответить на вопросы, значит, что у кого осталось невыясненным. Артем уточняет у нас по разограничению данных по правам. Можно ли настроить гибкую, то есть права на уровне данных, чтобы сотрудник филиала видел данные только своего филиала при публикации отчета? Абсолютно да. То есть это как раз возможности платформы. То есть аналитика не знает, какие права у вас есть. Вы когда входите в аналитику, вы логин, пароль указываете такой же, как вот в платформе 1С, а дальше 1С платформа решает, что вам может, что нельзя. А в платформе есть, конечно же, механизм RLS, то есть ролевого разграничения доступа. Ну в качестве вот примера, вот как раз того, что на практике делалось, там, да, вот внутри компании у нас есть пропускная система, да, значит, как бы и отслеживается, значит, ну, то есть как бы статистика по посещаемости рабочего места. Да, и мы сделали отчеты, которые отчет один, да, но используя вот эти права RLS, человек видит отчет, то, что он должен видеть. То есть если он не менеджер, он видит свой отчет. Значит, если он начальник отделения, он видит, соответственно, как бы отчеты по своим подчиненным. Если, значит, более высокого уровня начальника, он видит, соответственно, по всем своим подчиненным. И это все делалось на базе RLS, чтобы точка входа отчет был один, а информацию каждому показывал в зависимости, ну, от каких-то флагов, кто он, что он, что он должен видеть, что он не должен видеть. Вот при этом, да, вот при этом я добавлю, что вот этот механизм RLS, он хорош как с точки зрения безопасности, да, что ты не имеешь права смотреть вот договоры по тем флагам, по которым ты не занимаешься, да, а можно делать для удобства, да, то есть вы просто настраиваете дополнительную табличку с RLS, где помогает автоматически строиться отчеты для пользователя, он может имеет право смотреть там, да, но вот эта штука помогает вот ему сходу показать то, что ему нужно. Очень здорово, что те, у кого есть сейчас 1С, им, в принципе, какие-то новые настройки даже делать не нужно будет. Не нужно. То есть, понятное дело, что по мере развития систем у них могут быть хотелки, которые потребуют настройки, да, но по умолчанию вы просто вот разворачиваете аналитику, включаете, получаете BI, вот, вариант интерфейса для работы с теми данными, которые у человека есть. Это достаточно удобно. А правильно понимаешь, что на просмотр тоже лицензии нужно будет? На просмотр чего? Ну, готовых даже бортов. Ну, кто-то нарисует, делает. Значит, в данной ситуации, значит, если человек работает с аналитикой, да, то нужна лицензия на сессию, да, то есть, вот у нас, например, параллельно 10 человек могут работать, да, значит, 10 сессий, сеансов пользователя аналитики надо лицензировать. Так, поняла, хорошо. Один из участников интересуется, есть ли английская аннотация для формул аналитики? Да, 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 значит, мы изначально, значит, смотрите, у нас интерфейс аналитики, язык формул, сейчас поддерживается английский вариант и русский вариант, да, значит, там есть тонкости настройки, значит, какие, значит, интерфейс аналитики определяется вашими настройками браузера, да, если там английский по приоритету выше русского, у вас аналитика тут же начнет с вами общаться по-английски, да, значит, язык формул, он определяется языком программирования 1С, да, то есть, если вы в 1С в инфобазе пишете на русском формула, то у вас в аналитике они будут русские, значит, если, значит, в 1С вы пишете на английском, то, значит, ответственно, в аналитике они будут вам на английском, причем тут отмечу, тут даже не то, что вы можете писать и английскую формулу, и русскую, да, а вот подсказки и по умолчанию те формулы, которые используются, они будут выбираться вот этой языковой настройкой. Ну и третье, как я уже показывал вам, в инфобазе 1С есть понятие-синоним, да, значит, они, соответственно, могут быть на любом языке, то есть вы можете в инфобазе сделать, там нарисовать синонимы для 20 языков, потому что у вас там люди пользуются разноязычные, и там уже будут вот они выводиться в зависимости от того, какие языковые настройки конкретного пользователя. То есть здесь, к сожалению, очень большая гибкость со стороны платформы, поэтому и настроек много получилось там, да, но мы ничего не выкидываем, не игнорируем, то есть если есть возможность на уровне платформы какую-то гибкость сделать, на уровне аналитики она тоже вот появляется. Отлично. Знаете, какие есть вопросы именно по визуализации? То есть можно ли настроить какие-то всплывающие подсказки, подмену фактов сделать, там, drill down? Нет, смотрите, drill down, drill down, да, легко вы можете сделать там, ну то есть вот грубо говоря, сейчас я отключусь, давайте какой-нибудь там, не знаю, сейчас попаду, не попаду, вот смотрите, да, то есть я вот выбираю мета самое, да, и мне вот предлагают раскрыть по, да, вот здесь обычно валап-система, но это обычно многомерные кубы, вот именно когда малапы, а не ралапы, да, там последовательность раскрытия, она всегда прибита гвоздями, то есть вы не можете там, например, если после года там раскрытие квартал, будет квартал, вы не можете после года, например, по категории товаров, а здесь, так как, собственно говоря, мы просто формируем запрос, а запрос уже быстро обрабатывается на платформе, все возможные поля, по которым мы можем там, например, раскрыть, например, по клиентам, да, мы можем раскрывать, да, и делать это на уровне отчета и дешборда, да, то есть дрилдаун, здесь я просто сегодня как-то не застрял пока, но дрилдауна выше крыши, пожалуйста. Значит, на уровне дешборда можно дрилдаун, тоже было по желанию, мы сначала сделали универсальный, вот какой хотите дрилдаун, такой делайте, потом выяснилось, что для больших руководителей такой дрилдаун неудобен, ну, там, им хотелось бы определенности, да, мы сделали возможность настроить цепочки раскрытия, да, то есть вы, если прописали эти цепочки, то у вас будет возможность универсальный дрилдаун сделать или просто нажать кнопочку дрилдауна и по этой цепочке идти, да, пожалуйста. Какие еще там возможности, вот это про дрилдаун, что еще там Вика бы спрашивалась? Так, уточняли про всплывающие подсказки. Значит, вот всплывающие подсказки, вот где-то есть, где-то нету, да, то есть вот здесь надо смотреть, то есть вот сейчас давайте, например, вот здесь у меня вроде бы это вот мой, да, это мой отчет, то есть я его могу сейчас редактировать там, да, да, значит, вот и перейдем с вами в режим редактирования, да, то есть вот здесь какие-то вещи там, да, значит, вот, например, при добавлении ссылки там, да, можно всплывающую подсказку там сделать там, да, вот, добавить всплывающую подсказку там, да, поэтому вот здесь нужно смотреть на функционал, чего, где вам нужно, да, вот, где-то есть, где-то нет. Если вам очень будет нужно, да, там, всплывающее окно там, да, расскажите нам, что вот здесь очень нужно всплывающее окно, его очень не хватает, если мы посмотрим и решим, что действительно это вот полезно для всех, мы это сделаем. Кстати, я это не говорил, просто скажу, значит, в аналитике есть форма отправки фидбэка, вот она. Видите, то есть вы можете там сходу нажать, набить какой-то текст, нажать кнопочку. Вот после того, как вы это отправите, напрямиком уйдет в систему разработчиков, то есть мы периодически, ну, не каждый день, но периодически смотрим, какие накопились там пожелания, фидбэки, да. Значит, единственное замечание здесь следующее. Если вы здесь что-то пишете и ожидаете, что вы хотите, чтобы вам ответили, здесь надо указывать контакты. То есть мы не собираем перс данных, если вы здесь не укажете контакта, нам просто придет текст, и вот если вы ждаете, что мы вам ответим, просто мы не будем знать, кому отвечать там, да. Вот это канал прямой связи с разработчиками, выходите на связь, пожалуйста. Мы и так контакты не скрываем, тут просто можно написать, нажать кнопочку и разработчики получат. Ну, это прямо показывает вашу открытость, то, что вот вы слушаете людей, вам важно это их мнение. Абстрактно, на самом деле, здесь очень важно идти, вот я говорю, то есть как бы вот сейчас первую версию аналитики, когда мы выпускали, у нас было какое-то видение, да, а вот сейчас очень много реальных пожеланий клиентов, заказчиков, которые вот что-то делают и интересно им, нужно, мы обсуждаем, смотрим, придумываем как сделать это так, чтобы это универсально, полезно для всех, да. И вот за счет этого перерастаем функционалом. Здорово. А как с адаптивностью? То есть вот все заходят с разных устройств, там, компьютер, планшет, мобильный телефон. Ну, смотрите, значит, с адаптивностью, ну, как бы, раньше было просто, да, раньше мы говорили, что, ребята, мы, значит, показываем устройство, сами вам подстроим интерфейс, но, естественно, ну, устройство разное, не всегда получалось. Вот сейчас, если вы посмотрите, на дашборде, да, вот есть различные варианты, соответственно, форм-факторов, да, я для каждого форм-фактора могу настроить свое представление дашборда. Да, там, соответственно, и таким образом подстроиться под, ну, то есть отладиться так, чтобы на каждом устройстве это хорошо, удобно выглядело. Такая прям юзобильная штучка. Я вам честно скажу, потому что все всегда хотят посмотреть, как будет выглядеть, а не все платформы позволяют это. Спасибо, ну, вот, мне приятно, мы стараемся. То есть у нас, у нас, мы знаем, что нам есть над чем работать, но если это действительно приятно и хорошо, нам приятно, значит, мы не зря работаем. Отлично. Одному из участников стало интересно посмотреть вот этот кейс, самому потрогать руками. Будет ли возможность разместить это на демо-станте? Смотрите, значит, мы это планируем, ну, собственно, мы с вами сначала планировали организовать этот веб-каст, все никак, там, мы не могли собраться, там, да, сейчас собрались, провели, там, да. Значит, если я смогу выбить ресурсы с большой долей вероятности, да, мы, и вот со стороны BI-консалт не будет возражений, то я думаю, что мы разместим этот пример на, там, самым, на демо 1СРУ, да. Единственное, что, вот, я не обещаю, что мы до конца лета это сделаем, я думаю, что это вот, если это появится, это появится, скорее всего, уже осенью, когда запусков все выйдут, но планы такие есть, поэтому вот отслеживайте, мы обязательно это сделаем. А может быть, просто, не знаю, выложим, там, не знаю, там, в принципе, может быть, базу выложим, не знаю, посмотрим. То есть, хочется сделать вам это доступным, пока не могу сказать, как это будет, но мы постараемся. Прекрасно. Я заметила, что вы в чат отправили все ссылки, и, то есть, все участники спокойненько смогут посмотреть, не дожидаясь уже даже презентации, когда они... Я надеюсь, да, то есть, вот, ссылки для того, чтобы вы по ним переходили, они не абстрактны, поэтому изучите статьи, посмотрите книгу, там, на ИТС, там, первая неделя бесплатно, то есть, даже если у вас нет ИТС, ну, зарегистрируйтесь, получите первую неделю бесплатно, скачайте книгу, почитайте. Там, ну, то есть, вот, как бы, и опять же, если чего-то не хватает, то выходите с обратной связью, наши контакты не секрет. Да, причем хочу отметить, вот, книгу 11 аналитики мы с вами читали. Да, да, я же вам прислал печатный вариант, красивый, с цветами. Да, мы ее от корки до корки прочитали, изучили, когда тестировали, прям, шли по пунктам, смотрели, как действительно работает. Спасибо. Это очень хорошее пособие получилось. Автор хороший, старалась там, да. Да, молодцы. И давайте, наверное, пенализируем уже, и время все-таки подходит большое. Какая в итоге команда нужна будет людям, которые захотят внедрить 11 аналитику, как подойти к проекту, правильно? Ну, смотрите, значит, команда может быть очень разная, да, то есть, вот, в принципе, в принципе, практика показывает, что очень много внедрений делается своими силами, да, в один человек, да. То есть, вот, инициативный человек, который хочет, есть основа, разворачивает, подключает, делает. При этом, то есть, есть примеры, когда человек технический, да, то есть, ему просто интересно пощупать новую технологию, у них там стоит одна эска, они там что-то делают. И вот пример Девайн, когда просто у человека, коммерческого директора, была проблема, ну, ковидные годы, на самом деле, тяжело переживалось в Европе тоже, и, значит, с точки зрения бизнеса, очень важно было контролировать, что вообще происходит там, да. И человек хотел показывать себе, и коллегам, да, вот, красивые дешборды, и хотел BI. И человек сам, собственно, услышав, что есть продукт, там, да, там, вот, потребовал, что ему поставили, а дальше, а дальше все сам. Да, то есть, вот, примеры такого, команды из одного человека, но инициативного, да, таких примеров много. Конечно же, если говорить про какое-то более такое промышленное и стандартное внедрение, да, да, ну, это тоже обычно, ну, человека, может быть, два-три со стороны партнера, то есть здесь, на самом деле, вопрос даже не в количестве людей, а в количестве ролей, да. Значит, обязательно должна быть роль, грубо говоря, администратора 1С, системного администратора, да, который выделит ресурсы на сервере, да, который администрирует 1С, там, сервер 1С, который, собственно, развернет рядом аналитику, да, вот роль системного администратора, да, обязательно должна быть тот человек, который понимает, вот, как, вот, там, вот, как разворачивать 1С и дополнительно как к этому ставить аналитику, да, должна быть, соответственно, роль, наверное, 1С-разработчика, да, в случае, если вам нужно делать ETF, да, то есть если нужно собирать данные, то нужен человек, который будет, вот, понимать, как это проще сделать, какие вещи разрабатывать, там, да, вот эта роль тоже должна быть. И здесь тоже нужно понимать, что в зависимости от того, какой объем данных собирается и так далее, Количества людей здесь может быть много. Например, систему в ДТ написало минимум 3 человека для сбора с 1800 организаций. Там была команда разработчиков. И дальше методисты, то есть те, кто, собственно говоря, готовят шаблоны или мастер-отчеты в аналитике для дальнейшего использования коллегами. Обычно, если внетрение среднее или крупное, то готовится какой-то набор дашбордов, отчетов, чтобы руководители с утра пришли, с чашечкой кофе посмотрели, о чем в компании происходит. Если вы сами берете, начинаете, как в нашем примере, анализировать, здесь выделенного бизнес-аналитика не нужно. У вас есть инструмент, вы сами смотрите, что вы хотите. В небольших и средних компаниях, пожалуйста, не нужно. Но для каких-то крупнокорпоративных внедрений нужно, чтобы выделены специалисты. Лучше, чтобы эти специалисты были близки к заказчику или у заказчика, чтобы они понимали, что нужно, где данные лежат и в каком виде их представлять. Потому что здесь тоже часто вопрос, знаем, где лежит, знаем, как показать. Но вот как показать так, чтобы руководитель оценил положительно, это тоже такая психологическая задача. Поэтому я уже сейчас нарисовал команду один администратор, два-три разработчика, два бизнес-аналитика. То есть минимум команды один человек, а вот средняя команда это обычно два-три человека, потому что им нужно три роли объединить. Где-то можно объединить в два человека, а где-то там три человека, каждый, который занимается своей частью. Если внедрение крупное, проектное, с техзаданием, с проектированием, со сдачей этапов, ну это, наверное, традиционно 5-6 человек где-то вот так уходит. Отлично. Ну это я вот говорю по практике, да, то есть жизнь она вот такая, да, но у каждого может быть своя ситуация. Ну конечно, ну чтобы вы понимали, просто встретим, что нужно будет, чтобы вы были готовы. Ну, говорю, то есть начинать можно в одиночку, то есть вот примеры, когда человек просто взял, посмотрел и внедрил, вот я, честно говоря, был удивлен, когда такие внедрения пошли, да, то есть, вот, но мне было очень отрадно, что их достаточное количество есть. Назовем так, энтузиевасты, которые могут взять и с нами. Да, это всегда очень приятно. Здорово. Хочу поделиться немного своим впечатлением, то есть вот я посмотрела это еще раз вживую, настолько легко работать с 1С-аналитикой, особенно радует глаз, когда это все на русском языке, что когда ты работаешь с 1С, со своими данными, ты просто берешь и там перетаскиванием этих сущностей у тебя выстраивается уже сразу отчетность в разных разрезах. Это прям маскет настоящий, потому что, чтобы это сделать там любой другой API-системе, надо прям сидеть, кодить, разрабатывать модель данных. А здесь это все кажется настолько легко и просто. Мне кажется, оно прям заслуживает уважения, ваша работа, что все-таки сделали этот продукт, и мне кажется, за ним прям будущее. Спасибо, мы стараемся. Но будущего без клиентов не бывает, и без партнеров, поэтому вот милости просим. Спасибо большое, Влад, что провели этот вебинар, подготовились, решили кейс Fashion Evolution, и в довольно-таки хорошем исполнении показали, как отвечать на вопросы Михаила в стандартной задаче. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо, до свидания. Спасибо.